Четвертое, я сейчас смотрю просто на фпс, четвертое квали на гудгемовскую лигу, лигу, лигу по плееранон баттлграунд, у нас с вами 16 команд, которые претендуют на выход в следующий тур, конкуренция не очень высокая, нужно попасть в топ 10, то есть мы отсеем даже меньше половины, на стриме присутствует задержка, поэтому я заранее извиняюсь перед теми, кто смотрит это в прямом эфире, потому что 3 минуты между нами с вами есть, и она будет сохраняться весь сегодняшний вечер, учитывая, ну, то, что у нас с вами впереди 4 карты, и мы будем все смотреть, естественно, с задержки. Ой, что рассказать? Квалификации были открыты, то есть любой желающий, любая команда могла подать заявку и зарегистрироваться, и играть. В следующую фазу, которая гораздо более жестокая, попадает, как я уже сказал, 10 команд из 16 текущих, повторюсь еще раз, конкуренция в этой квалификации достаточно низкая, но на следующей неделе, пятница, суббота, воскресенье, будет 3 очень жестких квалификации, потому что, во-первых, самые не очень будут отсеяны на предыдущих, и самое главное, из 20 команд, которые будут принимать участие в каждой из квалификаций, проходить дальше будет только 3 в суперфинал, где, соответственно, они будут играть уже с приглашенными командами. Вот. Ну, мы полетели, потихонечку полетели. Я сейчас замечаю, что у меня все равно в Ops-моде FPS на старте очень сильно, особенно проседает, несмотря на то, что и все дрова обновила, и все оптимизации рекомендуемые сделал. Комп отдыхает, а PUBG не тянет. Реально, GPU 20-30%, проц 40-50, памяти свободная, еще 20 гигов. Очень странно. Ладно, продолжаем. Учитывая сравнительно небольшое количество команд, скорее всего, всем хватит даже крупных точек на подлутать, и первые пару кругов у нас вообще никаких проблем не будет, потому что, ну, люди реально просто будут разбирать, так, кстати, можно поставить отображение пушек. Я как бы поставил, но пушки еще не подлутали, поэтому не отображаются. Первая команда. Артемка, дядя Финдерит. Вот мы до начала трансляции, это не попало, к сожалению, в запись, прочитали всех участников и все названия команды. Там, конечно, такие перлы местами есть. Естественно, у нас с вами есть в каждой квалификации человек с никнейм, которого, повторюсь, заканчивается на 3-2-2. Эта квалификация рекордная. Два человека с 3-2-2 в конце. И все-таки будет контакт, потому что две команды решили все-таки упасть вдвоем на починки. Город контактный, и встреча неминуема. Погон, Сен-Жаго и Свинидло. Свинидло, который тоже так услышал, кажется. Услышал справа бьющееся стекло. Так, давайте подсветим. Надо понять. А против них будут играть Ешка, Татарин. У них численное превосходство, плюс один. Муви и Дэдфокс. Конечно, будет попроще. Может быть, кстати, Свинидло с тиммейтами похоже, как будто они не собираются сокращать. Один просто мониторит. Извините, остальные просто уходят в безопасные домики лутать. Хотя, что-то агрессивный Свинидло. Смотрите, мини-Х4 позволяет ему... Позволяет ему работать на дистанции. Опоздал. Опоздал слегка. С другой стороны, и серенькие тоже особо не хотят контакта. Видите, все двигаются от друг дружки. Бэлэр, привет. Всем, друзья, большой привет. Вот здесь ведь Велес, кстати, встречает тимму. Дистанция приличная, но учитывая то, что у него есть темочка с Х4, как бы он может очень хорошо мониторить. А тиммейты его, где остальные? А, они вон как рассредоточены. Очень серьезно рассредоточены. Анимак-бедолага пробует из... Блин, не помню, это монстр... Как называется эта винтовочка? Спрашиваю я у чата через 3 минуты. Там с двойным выстрелом. Я хоть и после прошлой квалификации начал более-менее активно в PUBG играть, играть, сливать. Но в пушки новые так и не потестил нормально. Кажется, то ли монстр, то ли не монстр ее зовут. Две пульки на берсте. О, найти мафс-основку. А это нормально, кстати. Вот то, что... Причем их трое. Они тут выйдут такими заправленными. Прекрасными. Очень редко, на самом деле, люди в... На турнирах, я уже об этом говорил, падают в какие-то горячие точки, типа школы, сосновки. Потому что одно дело в паблике, ты просто прыгаешь и тебе пофиг на результат. Многим хочется экшена, чего очень часто в PUBG, особенно на классических картах, не хватает, ввиду их размера. И поэтому здесь у нас первый нок. Муви нокают. И поэтому в пабликах как бы просто в аркаду прыгают в ключевые места. Тот же Пикадо. Вот. А на турнирах стараются как раз наоборот таких мест избегать. Вот я поэтому и удивился. Уже второй раз у нас в починке выпрыгивают... Выпрыгивают команды. О, Дэдфокс там выцеливает. А, ВСС. Вот почему-то такой. ВСС, кстати, для городских боев очень хорош. Ну, потому что тебе четверки и недостатка вот в 9-мм. Ну, именно в этой пушке, что... Хотя все 9-мм недалеко работают. Ну, то есть тебе не нужно, как с классической винтовкой, нормально стрелять по бегущим, которые там в 150-200 метров. ВСС это сделать, учитывая скорость полета пули, крайне низкую. Сложно. Но вот в... В городских боях... Ёх, молодец! Если уметь... Это особая пушка, конечно. Но если уметь... Я вот, к сожалению, не умею. Но видел, как нормальные товарищи с ВСС орудуют. То есть это и грозное оружие вблизи, потому что фактически это тот же самый пистолет-пулемет. Если ты просто от бедра зажимаешь, если у тебя Extended есть, 20 пулек, за глаза за уши человека расстрелять. Считайте, та же самая Юмпа. Вот. Но позволяет тебе и сносно работать на дистанции, ну, скажем, 50-100 метров. Ну, и зачастую еще хрен определишь, откуда идет стрельба. Кстати, слишком много контактов. Тут Корсейр очень терпит, потому что он находится прямо в поле. Откидывает дым правильно. Ему сложно будет отсюда уйти. Как-то... Вот тоже интересная такая тактика. Взяли, прыгнули на бомжедомики. Две команды. И в результате, как бы, никакой помощи от тиммейтов нет. С одной стороны, вроде как и правильно. То есть не должны сюда люди приходить лутать. Ну, то есть всем-то места хватит. Это типа безопасная стратегия. Ну, 16 команд и так тут. То есть как бы разбираешь места, которые подписаны, уже как бы... Ой-ой-ой-ой. Все-таки не выпустили этого товарища из поля. Несмотря на дым его. Расстреляли. Хорошо. Попал даже. Там и Ракеза нокают еще. Ну, его там прорашили. Не успел я переключиться. Велес, может быть, будет мстить? Может, нет? Анимак очень агрессивно что-то идет. У него ни медицины, ни точного знания, где враг. Все, увидит? Видит? Ну, его-то точно видит. Он не заметил. Он не заметил, что слева от будки был человек. Он смотрел, видимо, по окнам. Ну, не совсем логично, что человек забьет на эти домики и будет в будке сидеть. Ой, тут еще двое людей на... Да, тут явно у нас будет какой-то контакт. Нет, пожадничали. Идут лутать. Неткан боится проверять своего тиммейта, пока не подошли. Не подошла поддержка. Блин, там Ешка, там перестрелки идут опять. Погоны минус нули. Свинидло, Сенжага остались вдвоем против четверых. И вот все равно не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это Тарин, Свинидло нокает. Остается Сенжага один. Можно за ним последить. Будет ли он дружанин спасать? Там бледаут, кстати, у Свинидло. Его уже нокали. Причем, кажется, это третий бледаут, а не второй даже. Слишком быстро тикает. Да, забивает на Свинидло. Сам-то что будет делать? Вот в чем вопрос. То есть, по-хорошему, нужно валить нафиг. Если играете на результат, остался один человек, все, забивай. Четыре человека в городе? Как? Кем нужно быть, чтобы быть уверенным в том, что ты справишься? Не знаю, или где-то заныкаться просто, сидеть, не шуметь вообще, чтобы у людей не было даже желания. Искать тебя. Ну, учитывая то, что ты можешь просто зажать. Раз, зажал два. И одного гарантированно ты минуснешь, если не по двое люди бегают. Вот. Но он чего-то ждет. Чего-то он ждет. Кстати, здесь все еще у нас опасный момент. Велес поднимает своего тиммейта. Они в два в три. Удивительно, как четыре команды умудрились встретиться на такой огромной карте с таким более-менее нормальным самолетом на первой фазе еще. Первый круг не сомкнулся, они уже воюют. Психи. И главное, где воюют? За что воюют? Вот за это воюют, понимаете? Вот что это? Понятное дело, что они сейчас воюют просто потому, что... Ну, отсюда хрен уйдешь. По полю-то. Это нереально. Транспортного средства нет. Пешком ты тут как заяц. Так, Ктулуса. А, слушайте, тут рашат. Куда? Куда ты стреляешь? Фредди Ноку добивает сразу самый токсик. Мониторят. Оба внутри дома. Дали инфу. Два в два. О, увидел. Ай, наполучал-то как. Гренка пошла. Ой, опасно, он в ренже. Куда ты кинул? Зачем? Ой, хорошая граната от самого токсика. Добивает. Два в один остается. Бах. Ктулхус. Бежали помогать, называется, тиммейт. Зачем тоже, да? Они, видимо, думали инфа какая-то. Один человек рядом со мной. Больше вроде никого. И вдвоем так на хелп. Раз. Так. Зеленые где-то еще перестреливаются. Груз далековато. Сынжага все еще там живой, бедолагин. Ктулхус нокает одного. Блин, что у него со здоровьем? Ну, там дает инфу, типа, он битый, он битый. Подними, подними меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ктулхус, все. И команда вылетает. То есть, вот просто еще первый круг не сомкнулся. Минус тима. Где в бомжедомиках? За что воевали? Половина одной тимы. Полегло. Так, ну тут перестрелки на горе. Вряд ли кто-то умрет. Меня беспокоит, конечно, судьба Сынжага. Если его потом будут прессовать, я его, судя по всему, буду прессовать. Он выбрал стратегию нормальную. То есть, вот, дом с одним входом, хороший монитор лестницы. Он слышит, сам не шумит. Дом открыт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заходит. Смотрим. Тихо. Блин, x3, вот тут вообще так не нужно. А третьего не посмотри. Готовится, готовится! А-а-а! Нок! Хагош! Куда ты выпрыгиваешь? А где, где, откуда Дэдфокс-то снял его? Я не вижу Дэдфокс. А, справа здесь он был. Да, тоже зарубились в починках две команды. Причем они летели-то вместе. Они осознанно шли на то, что, ну, типа, мы справимся с ним. Ну, хотя, да, одна команда оказалась права. Так, минус две тимы, получается. Сейчас новый круг. Так, из Сосновочки очень грамотно уезжают там товарищи. На разных транспортных средствах. Затаренные тоже из Приморска идут люди. Тут намечается перестрелка. Но здесь уже такая дистанция, что даже если будут какие-то ноки, то прорашить не получится. Ну, потому что тут бежать 200 плюс метров. И пока ты будешь бежать, сокращать, успеют и поднять, и полечиться, и посмотреть, куда ты там бежишь по полю. Поэтому сейчас такой пассив-мод начинается. И если людей круг не заставят покинуть позицию, они сами этого делать, конечно же, не будут. Опасно, опасно. Выезжает сейчас с моста. Но уже четвертая квалификация, и никто не чекает, и не пытается остановить вот таких вот ездунов через мост. Никто не рыбачит, короче. Так, починки, да, впитываются вот командой. Отлично. У Шатали, главное, никого не потеряли. Вот Ешка, Мови, Татарин и Дэдфокс. Так. О, Бомбило говорит. Это крутой кэмп, если ты не шаришь за киберспорт, и не надо этого говорить. Крутой для чего? Для обороны, безусловно. Но первый круг. Нужно набрать вещи. То есть, нужно полутать на впрок, а потом уже занимать крутой кэмп. С точки зрения защиты, безусловно. Ну, то есть, домики хорошие, периметр кое-какой есть, поле вокруг. То есть, сюда только приезжать, и... Вот. Но не шаришь за киберспорт, это да, это про меня. Заруинили друг другу катку. Да-да-да, кстати, тут с коряка Сан-Бруно, это вот сняли на соседней горе. Кстати, хорошая дистанция для выстрела из кара. Полкилометра в голову. Это уважение. Это очень хорошо. Просто сейчас сообразительные товарищи, которые там поехали куда-то, не знаю куда, на отдаленные города лутать, в полном составе возвращаются. Более-менее им места тоже хватает занять что-то внутри круга. Еще есть масса свободных домов, козырных, кстати, весьма домов, свободных. Вот. А вы там без машины, там, кстати, машин очень мало в тех домах, куда вы падали. Без лута еще с кем-то встретились. Как вы там встретились с кем-то? Это же вопрос коллегам. Результат странный, короче, получается. Странный результат. Но каждый сам выбирает тактику, естественно. Тут намечается... Хотя не будут они лезть на эти дома, потому что спускаться с горы, она очень хорошо мониторится. Это практически самоубийство. Перестрелки. Просто перестрелки сейчас идут. Никакого серьезного... Хотя вот здесь вот на горе могут встретиться. Самые, наверное, реальные... Самые реальные контакты и жертвы, что самое главное, будут в южной части круга. Потому что здесь одна общая горка. Есть люди пешие, которые... А у вас баги, да? Нет, есть УАЗик. Те решили, видимо, от зоны играть. Блин, ну вот сейчас уже кружание подставляет большинство людей. Просто потому что 30-40% круга это поле. Выбирайте, пожалуйста, занимайте будочки какие-нибудь. Но в сквадах занимать будки это точно нужно делиться. Что, кстати, само по себе не такая плохая идея. Тут по стрелушке по людям, которые пытаются уехать и занять более удачную позицию. Очень маленький запас дает по стрельбе. Но кто-то вырубает колесо, высаживает. Ой, хорошо. Дроне-транспортер. Санбруно нокает. Там дружане ложится за УАЗик. Ждем дыма. Что? О, взорвал своего просто, видимо, да? Или добил, или взорвал. Либо чтобы очков не досталось. О, Ютон, привет. Неплохо остановили. То есть тут, опять же, приличная дистанция. 300-350, наверное, метров до... Даже, наверное, больше. И, тем не менее, им удалось... Да, здесь как раз вот 350, скорее. Удалось остановить. А там уже скорость потеряли. О, сейчас все будут пытаться занять какие-то места. В рамках хотя бы... Ну, хоть какие-то места, понимаете? Хоть какие-то места. Самые козырные уже заняты. Хотя их тоже сложно козырными называть. Потому что они не факт, что будут в круге. Центр круга — это поле. Заезжают... О, сейчас будут за компаунд драться, скажись. Там 4 человека, все на четвертом этаже. Господи! Ой, как же можно офигеть! Закрыто все, типа все закрыто. Гренка пошла. Ой-ей-ей! Пошли! Пошли-пошли-пошли топать наверху. Или нет? Да топали же! Куда ты лезешь? Не надо! Ой, дурак! Он даже не видит! Там просто вся тима! О-о-о! О-о-о, не мэйд! Плачь, 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 плачь! Охренеть! Он кинул и ХАЕшку, и Молотова. Убил четверых, что ли? Нет, троих. А, он добил просто нокнутых, я понял. Два килла у него. Капец! Но как они штурмовали! Без ХАЕшек, без всего! И вроде там даже топали наверху, они решили штурмовать. А, там с горы настреливают. Но это был, конечно, очень отчаянный штурм. То есть ты заходишь, и у тебя с разных сторон уже ты под перекрестным. Причем он заходит и смотрит сюда, такой, все нормально, никого нет. А тут сидит человек, здесь сидит человек, там еще человек. И у него шансов вообще никаких нет. Тут делят компаунд на юге хорошо. Тут тоже соседствуют. По-прежнему 14 команд живых. То есть... После потери на первом круге остальные все живы. Так. Ну, вроде как все ок уже. То есть, да, перестрелочки есть, но без криминалов. Меня вот интересует следующий круг, сейчас смыкание произойдет. И будет уже... Ну, не такой уж плохой, на самом деле, круг. То есть большая часть поля у нас уходит. Можно будет отыгрывать от горочек. Здесь спуск тоже с гор. Не такой хороший, но можно играть. Но самые большие проблемы, конечно, у людей, которые в южной части круга находятся. Потому что они знают друг о друге. Опа! Кажется, анимешника сейчас минуснут. Вообще не проверяет, ни хрена. Да, к сожалению, и один вышел криво. И второй. Ну, третий уже знал, где кто находится. Но его тоже слышали. Хорошо, можно одеться. Так, поехали. Самое козырное место все-таки вот в этих, наверное, двух домах. Из них, конечно, сложновато выходить в сторону гор. Скорее всего, придется. Но пара дымов, и ты уже там можешь до камня, до будки добегать. С другой стороны, они просто всю... Ну, во-первых, они дома. Во-вторых, у них все поле... Как на ладони. Здесь дефенд... Дефендерить. Один. Пытается продержаться. Убивает одного. Ай, даже не успел добить. Айвилпеню его убивает. Ну вот, пошел уже контакт. На юге, видите, уже минус две команды. Получается. Заезды в компаунды ни к чему хорошему не приведут. Потому что все домики просто заняты. Но вино кресу. Крецу. Но вино крецу. Один остается, приезжает. Энимейт умирает от зоны. Энимейт, тот самый энимейт. Брось меня, кричит тиммейтом. Да, они тут долго выходили из... Блин, они могут вообще не добежать. Зону-то, смотрите, как кусает. Кукумбр X64. Не, успеет. Зона не такая... О, грозу пропустил. Тут Киво. Вот этот товарищ с грозой. Это еще фраг. О, детдом. Соленова. Ёпперы, СТМ. 24x8. Ну куда ты целишься? Вот какая логика. Да беги сначала, подлечись. Потом будешь убивать всех. Гренки пошли. А он так прям еще высовывается. Такой, ща, хэдшот поставлю. Нормально. Сидит, сидит и сидит. Куатер Мейстер G еще там простреливает Кукумбара. Да. Ну сложно, сложно. Они с горочки. Вижен тоже отличный. Вот еще в шоколаде две команды, которые на скале. Потому что там конкуренции пока еще мало. И у них тоже обзор шикарнейший. Посмотрим сзади домом. Вот он сейчас готов уже стрелять. Гренку ему закидывают. Блин, еще мешает. Товарищ с тыла. Блин, вот ты-то чего? Сейчас. И сам спалился. И помешал. Ай-яй-яй-яй. Дед дома пытается закрыть. О, хороший хэд. А, хороший хэд это прошлый был. Блин, у тебя же сейчас зона съест. А хотя какой у него выбор в конце концов, да? Бежать в открытку. Он пытается выхилиться. У него есть три аптечки. В принципе, шансы есть. Небольшие, но есть. Типа, чуть-чуть сделать крюк. Попытаться с западной части дойти. На двух аптеках мы продержимся. Но его уже закрывают. Ну и вот, как раз вот и мониторят. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, больно. Прям, прям как... Ладно. В общем, крюк все-таки решил остаться, скорее всего, на поле. Мы ждем ползунов. Ползуны в прошлых квалификациях себя вообще отлично показали. И особенно, если ты остаешься там один, или оторвался от коллектива, или, в принципе, у тебя уже нет как такового коллектива, то ползать — это выход. Чаще всего, ну, если там сходятся звезды, если тебя там сверху... О-о-о! А что не попал-то? Стрелял как будто-как будто ок. Грамотный дым. Поднимать пробует. Дымы, конечно, немножко просматриваются, но тем не менее. Тут самое казарное место вот у этих товарищей в домах. Да, потому что у них прострел по полю, по крайней мере, по бегущим по полю. Они, скорее всего, будут закрывать. Опять ног на недружание. Блин, вот как пикаются хорошо, а? Снова дым, заползает предыдущий. Подставляет спину. Могут прямо прострелить. Потому что он на краю дыма стоит. Блин. Ё-моё, как же опасно это все. Это очень опасно. Так. Нокнул, кстати, на горе. Пытается сократить. До камня было бы идеально сократить. До камня или до будочки. И как раз тех можно закрыть. Ой, какой молодец. Три килла у него уже. И они причем вдвоем играют. Видит. Ну, это может быть баг опс-мода, что нам показывает, что он стреляет без опережения. Так что не торопитесь с выводами. А товарищ пробует выйти на компаунд. Тут же бодрым огнем из компаунда люди их приветствуют. И слева закрывают. Отлично. От будочки отыгрывают. Вот эта будочка, на самом деле, в данной позиции очень хороша. Потому что рядом у тебя камень. И небольшое возвышение у тебя есть. То есть ты все поле просматриваешь прекрасно. Там, конечно, если придется самому ползти, то... Ой, Кива тут нокают. Он оторвался от коллектива. Товарищ с грозой, помните? И вышел на двоих. Самый Токсик и Велес его штурмуют. Вынужденно штурмуют. Потому что здесь... А, самого Токсика из ВСС. Из ВСС убивает. Да, и второго Гренкой добивают. Красиво. Спасли, кстати, тиммейта своего. Не знаю, правда, успеют поднять до круга. Вроде успевает. Нормально. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь, блин? Ну, хотя он не знал, что... Ну, помните, сюда команда шла, и... Мы-то с вами знаем, что тут мониторят этот холмик. И... Бластон остался один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Причем... Прилетело... Ай-яй-яй! Медицина есть. X6, Карелечка, 3 киллса, нормально. Закрывают сейчас. Вот, смотрите, с этих домов. Работает два человека. Но у них люди на горе. Все как на ладони. Просто. И у них проблема еще в том, что там две команды. И им дальше нужно двигаться. То есть, там уже перекрестный огонь. Причем для обоих команд. И они не могут на самом деле прям вот взять и отвлечься на людей в домах. Потому что у них всегда кавры есть. Ну, получил. Окей. Спрятался за кавр. А тебе постоянно нужно двигаться. У тебя еще с... Ну, тебе нужно на них прям бежать. И укрытие значительно меньше. В ход идут дымы, естественно. Пытаемся как-то поднять своих товарищей. Подлечиться. Но все равно нужно двигаться сейчас в круг. Еще более серьезные проблемы у двух команд, которые в компаунде находятся. И они все не в круге. То есть, им нужно выбегать. Скорее всего, занимать вот этот заборчик. Но проблема эта... Ну, заборчик идеальный для встречи людей, которые будут выбегать из компаунда. Но, во-первых, не факт, что ты добежишь до этого заборчика. И, второе, ты будешь частично простреливать с людьми с горочки. Да и с этих домов. В общем, они встретятся где-то вот на выходе из компаунда и будут друг друга убивать. Хотя, в принципе, можно попробовать выехать на шару. Может быть, даже это более безопасный способ. Шумят очень сильно на машинке. Может быть, имеет смысл разделиться. Круг медленно идет. Пошли зажимать машину. Одного оставили Кива-ползуна. Блин, там еще Эшка. Они решили в поле не идти, попытаться... Попытаться от горы тоже отыграть. Голд Би нокают. Торо нокает из ВСС. У него колоссальные проблемы, потому что он очень сильно бит и выбегает из зоны. Кива в дыму пытается закрыть людей. Это, кстати, очень хороший момент. Вот на нем можно построить... Да, но это лучший из возможностей, потому что если отправлять кого-то на средне-ближнюю дистанцию, то человек из грозой. К сожалению, не выбрались они из этого компаунда. О, а тут раш идет. Тут не удержали, под смоками порашили этот дом. Справедливости ради стоит сказать, что там в этом доме был только один человек. То есть их в принципе только двое. И они два разных дома взяли. И когда тебя четверо штурмуют, удержаться, конечно, сложно. Эшка там один в поле вообще не воин. У него тут каверов вообще никаких нет. А вот Бластон один отрабатывает очень хорошо. Во-первых, он... Ну, он вдали от главной движухи. При этом имеет возможность поучаствовать в ней. Благодаря Х6, благодаря как бы... Ну вот, смотрите. Что творит? Сразу прячемся. Вот. И скорее всего, круг будет... Даже если он нейтральный-центральный, то к Бластону он будет лучше относиться. Потому что ему... Не надо конфликтовать с другими людьми. Их поблизости банально нет. Топ-4. Уже. Пытается пострелить дым, зная, что там был нокнутый. Мкайлович там нокает Эскара. Уже в который раз он отличный хэд отвешивает. Так, еще минус одна команда. Бластон молодец. Помните, они там с товаром, с другом на пару. В очень сложной ситуации пытались. То ли его спасали, то ли он спасал. Ну, фаворитами явно здесь уже полная команда. Это понятно. Лай ГГ. Кайлович. Айронест. И Дронетранспортер. Главное, что их много. То есть они сейчас чистят спокойно. Это домик. Перезаряжаются, готовятся. Блин, вот, конечно, машинки. Ну, нужно, наверное, по крайней мере, одну взять для будущего кавера. Там джипы. Они бы тоже сгодились, если бы не дымились. То есть их как раз можно использовать как кавер. Но если по одному, кстати, взять, то можно было бы и пофиг. Поставил, сам взорвал. И сидишь спокойно. Ой, своего чуть не задавил. А Лай ГГ тут. Бедолага. Ну, очень пассивно, конечно, играют все остальные. Потому что просто боятся. Они умеют считать. Три команды. Шесть человек. Да, взрывают. Уазик, хорошо. Вот, постоянный кавер теперь. Еще колеса подбить со своей стороны и будет. И второй этаж, пожалуйста. Не хотели они подъезжать ближе к центру. Просто потому, что, видимо, не контролируют ползунов. Гипсен сэринг джип ползет. Бластон тоже ползет. Уверенно. Ну и ползунов ищут. Правильно делают, что ходят по двое. Что чекают просто всю траву. Нашли Бластона. Минус один. Все, остается один человек. И они, скорее всего, догадываются, где он. Потому что, когда они штурмовали первый дом, они же помнили, что стреляли из обоих домов. Да, да, да. Постреливают прям по дыму. Зачем он дым кинул? Вообще непонятно. Не факт, что его, в принципе, кто-то видел. Ладно. Они уже все прям по дыму. Он ложится, бедолага. Видит, видит, видит. Ааа. Итак, как называется эта команда? Давайте. Дронетранспортер на ГЛЛ играет вроде с тимой. Ну, хорошо, да. То есть, в этой тиме что я запомнил? Во-первых, они молодцы в том плане, что всю команду сохранили. Несмотря на сложную ситуацию, все-таки удалось им и на горе удержаться, и спуститься потом с нее, когда пришло время. Хорошие командные действия, когда, ну, может быть, осмелели, может быть, в принципе, в такой ситуации отыгрывали с транспортными средствами, с полем, с поиском червячков. И, конечно же, не забываем два классных хедшота на дистанции метров 400-500 из кара. А, еще они классно стреляли и высаживали из УАЗика людей. Ну, там, минус колесо, помните, одного высадили, второго добили. Надо посмотреть, как называется команда, и, наверное, за ними стоит внимательнее посмотреть. Эта команда называется The Swarm с иконкой зергов. Это еще один плюс тиме, безусловно. Всем, друзья, добрый вечер. У нас пятничный вечер, и это значит, что в 6 часов пятница, суббота, воскресенье, потом пятница, суббота, воскресенье, а потом еще пятница, суббота, воскресенье, и каждые, каждые вот эти вот дни будут все интереснее и интереснее. На самом деле, самые неинтересные матчи – это именно вот первая квалификация, потому что тут нет приглашенных профессиональных команд, тут участвуют все абсолютно без чека на скилл. Вот, но квалификации закончатся уже в эту неделю. То есть сегодня, завтра, послезавтра мы, собственно, перейдем к следующей фазе. А в следующей фазе, хоть и не будет профессиональных коллективов, ну, по крайней мере, тех, которые были приглашены, но конкуренция там будет значительно выше просто потому, что всего 3 призовых места. Ну, то есть 3 команды из 20, не 10, как здесь, выходят в суперфинал. Поэтому вот следующие 2 недели, они будут вообще жесткие. Ну, а сегодня тоже, как бы, нормально, нормально, смотрим, стреляют, хорошо попадают, прям созданно, говорит, Хавок, спасибо большое. Хавоку отсуживает, прям, прям отсуживает. Пользовательский матч. Good game. Пш-пш-пш-пш. И все равно, несмотря на то, что перепроверили абсолютно все по нескольку раз, все равно была красная зона. И это, конечно, очень странно. Может быть, там какой-то баг с подгрузкой... Там же есть пресеты, насколько я понимаю, с настройками игры. Ну, короче, я надеюсь, там Хавок как-то разберется с этой проблемой, если, конечно, можно с ней разобраться. И... Ну, потому что там на турнире-то используются не пабликовские настройки. По кругам, в частности. И... Ну, это вообще неправильно, что ты как бы в правилах одно, а по факту получилось другое. Ничего себе! Спасибо за косарик. Привет. Мучились. Да, было. А боты, видимо, читеры просто. Меньше, чем три, это сердечко. Может быть, все-таки ты играл не на максималке? Или ты просто... У тебя не было в команде Боннивура? Или... Боты-читеры. Ну, в общем, спасибо тебе за косарик, Элдерсмен. Спасибо большое. Кстати, не сказал по поводу призового фонда. Призовой фонд составляет более 100 тысяч рублей. Отдельная благодарность одному из пользователей, который... Сейчас я никнейм прям, прям, прям скажу никнейм. Арктонс, который поддержал призовой фонд на 40, почти 5 тысяч рублей. И как потом выяснилось, это от магазина, который продает бронежилеты и прочее. Вообще не целевая аудитория, но мы поставили все равно баннерок и под трансляции на странице турнира внизу. Сегодня заходил, смотрел бронежилет. Самый большой, отранжировал просто по стоимости. Там броник типа 150 тысяч стоит. Который типа и легкий, ну 5,8 кг он весит. И облегающий, ну, который как будто костюм на тебе. Вот, и класс защиты у него высокий. Типа от АК защищает. Нормально. Думаю, надо брать. Но касок у них-то трешных нет. Я проверил. Что, конечно, минус. Так, заходим. В воскресенье будем болеть за Рутони, говорит Ютон. Да, воскресенье и в 5... Ой, и в субботу. В воскресенье Рутони в субботу пух. Изменщик. Мы называем его Изменщик, потому что он кикнул Сокола из тимы. Ради результата. Вот. Вчера просто оказывали Соколу психологическую помощь. Потому что, когда тебя твой друг... Ну, или человек, которого ты считал своим другом... В команде меняет на более результативного игрока. Становится обидно. Все равно будем болеть. Естественно. Вторая карта. Всего 4. А, и, скорее всего, в воскресенье мы еще с вами успеем... Постараемся успеть. Если не будет переигровок, никаких технических заминок. Успеем с вами посмотреть финал Росбрейнкапа. Потому что по времени, получается, к 10 часам мы как раз все отыгрываем. Потому что по часу на карту. Ну, вот мы начали в 18 с чем-то. Сейчас в 18.51. Готовимся к старту второй карты. Потому что в прошлый раз в воскресенье, кажется, были переигровки. Из-за того, что из игры кикнуло много народу на старте. О, Миста, привет. Теперь все. Я читаю твой ник. Не только пацан из чатика, но и человек, который играл тоже в квалификации. Кажется, вы прошли. Насколько я помню. Привет тебе. Ну, просто я помню, что вроде у них не так все плохо было. Потому что если было плохо, я бы никнейм не запомнил. То есть, они бы не доходили так высоко. Блин, как... Вы не представляете, я забыл сегодня нормально поесть. То есть, я позавтракал чем-то. Не помню чем. Но после этого... А ничего. Поэтому я искренне надеюсь, что приедет... Вернется. Вернется жена. И я между картами заточу какой-нибудь бутер. Потому что без нее я пропадаю просто. Даже бутерброды сам не делаю. Понимаете? Разбаловали меня. Фэйритейл говорит. Было бы забавно. Стрим полное поражение PUBG. Ты бронежилет, ты авангард. А не видно броник. Надо каску какую-нибудь надевать. Но... Скорее гарнитуру надо делать с такой какой-то. Сковородки есть? Сковородки слишком дорогие должны быть. Чтобы... Ну, нет. Понятное дело, что чугунные стоят копейки. Но они не защищают так, как должны. Как... Нет. Не как их должны. А так, как в игре. Хороший самолет. Очень хороший самолет. Наверное, лучше был бы чуть-чуть вот в другую сторону направленный. Но, в принципе, можно полететь куда душе угодно. Ну, или разобрать машинки. Главное, чтобы не было вот этих вот боев на старте за непонятные дома. Ни лута, ни машины, ни будущего. Когда друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а пух. Говорит други. Чатик с задержкой, к сожалению. Но периодически, да. Мы играем ради победы. Да, 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 да. Менять во время турнира неправильно. Между турниром мог бы заменить, если очень хотел. Не, ну... Давайте его поосуждаем. Я не против. Кажется, у нас замены запрещены. Я не знаю, как они там договорились. Но судья накануне написал, что, как бы, замены запрещены. Артемка говорит, пароль не подходит. Артемка, ну, капс не поможет уже, к сожалению. Пароль единый. Всем участникам автоматической системы отправляется. И люди зашли в игру. Вот. Но действительно, зашли не все. Кажется, нас ждет 3, говорит. Это у судьи решать. А, трех человек кикнул и из-за переигровки не прошли, говорит Мист. А, вы же там топ-топ какой-то, то ли топ-1 даже заняли, а потом переигрывали. Фоллан, привет, старичок. Тебе пиццы заказать? Блин, ну хватит. А, и Понти тут палкой тыкает. Ладно, полетели, друзья. Полетели. Распределяемся. Поехали. Там говорят, что инфа только обновилась на сайте. Ну, типа, поэтому кто-то не успел зайти в игру. Ну, короче, это судим решать, друзья. У тебя есть код, пусть он покомменит лол. Комменит лол не стоит. Полетели. Когда через GG Player можно пиццу заказать стримера. Да, надо было бы запартнериться одной кнопкой, чтобы с хоп. Потому что, если это делать через сайт, то не надо никому там адрес сообщать, только сайту. Все, ты там хранишь эти данные и говоришь, все нормально, товарищ полковник. Мы будем хранить персональные данные должным образом. Вот. Ну, подписываешь соответствующие документы. Ой-ой-ой. Ирокес, что, готов убивать? Не, он не... То ли, то ли, то ли не увидел, что рядом враг, то ли решил, закажи жену на час, говорит, no size. Кажется, эта услуга по-другому называется. И не уверен, что меня ждет очень вкусный борщиц. Блин, и прилетит мне. Даже за такие шутки может прилететь. Но никто не узнает, никто же клипчик не сделает. Все хорошо, так что никто же не скинет эту ссылку Евгении. Правильно? Все. У нас солидарность мужская. Ненавижу вас. Так. Контакта, скорее всего, на старте не будет. Единственное, что вот Ирокес реально тут немножко в окружении, в таком импровизированном оказался. Привет, Мишкир, ты вчера Бобропанк прошел, Туран исполнил... Да, прошел. Бобропанк, мы вчера прошли 10 частей, все хорошо. И почти всех даже умудрились там отправить, несмотря на то, что сценарий так далеко впервые. Поехали. Раз в жизни у вас есть шанс потыкать Майкера палкой за 300 рублей. Ладно, давайте. Ну, хотя, что к игре, друзья? Ну, вот что к игре? Ну, бегаем, лутаемся. Никто, никого, никак. Можно поискать, кстати, фаворитов, поставить на них меточку. Ну, так, чтобы просто быть в курсе, с какой стороны они пойдут. Ничего себе, Сир Яков перевел 5 косарей, увеличил призовой фонд турнира. Отличный комментарий, Майкер. Отлично, спасибо тебе за пополнение призового. Спасибо тебе большое. Вот, дронный транспортер. Нумеруем его. Команда лутает Сан-Мартин. Участники, обратите внимание, что спорные моменты решает судья. Смотрите, что он пишет по поводу переигровок, по поводу правил и прочего. Вот, поэтому в чатике он основные вещи появляет. Пишет. Вот, чтобы не было потом расстройств, недопониманий. Мы не знали. Так получилось. Как так? Организация не очень. Блин. А, тут мне показалось, что кто-то умер. Но я не помню, в какой из версий PUBG. Но появилась такая тема, что в Ops-моде, когда ты садишься в машину, на секунду, на долю секунды даже, появляется значок черепка, что, типа, ты умер. Видимо, ты там неуязвимым становишься пока... Или там как-то по-костыльному сделали, что, типа, ты умираешь здесь и появляешься живым в машине. Ну, не знаю, как они это реализовали. И на секунду я увидел, что там кто-то, ну, едет машина, и иконочка такая, хопа. Оказывается, просто PUBG великолепная игра. Без багов, без вообще проблем каких-либо. Падает груз, как вы видите. Тут рядом конкуренции вообще никакой. Единственный вопрос. Увидят ли товарищи... Что там? Пулич. Пулич в складах хорош. Ну, потому что часто это не соло. Тебе, как правило, в соло рожка хватает и на пистолете-пулемете, и на... Опа! А вот ирокеза сейчас будет месить. Вот, похоже, первый контакт. Татарин как будто не знает, что происходит. Блин, он еще мог не убить. Ирокез ноквит сразу убивает. Ну, сразу добивает. Так, тут еще Эшкс получает от Watchful. А Watchful что, в Соленово, что ли? Не, его тиммейт просто черт знает где. Кто-то на бетонке. Кока Джамба вообще находится где-то в районе Монтануэва. Монтануэва. Так, а муви-то как? А, ирокез. Ой, сори. Я понял. Он умудрился и второго нокнуть. Но он не знает, есть ли тут третий. То есть, у него вот пара ноков. И он как бы очень боится, что сейчас придут. И разуплотнят. Ему бы помощь тиммейтов. Но тиммейты очень далеко. Помочь они, к сожалению, не смогут. Так, груз, к сожалению, просмотрели. Но тут, на самом деле, обзор очень плохой. Если вы город лутаете, импалу, то вот эта скала вам просто помешает увидеть вот этот груз. Монтан поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. А у меня кошка расшала самогонный процессор самогонного аппарата. Из-за этого он замкнул и сгорел тиристор в силовом модуле. Я ей влупил, а она извернулась и прокусила руку. Тиристор я поменял, а рука болит до сих пор. Держи в курсе. Спасибо. Дрэн-транспортер едет мимо двоих. Они сохраняют вообще молчание в эфире. Не знаю, почему перестреливаются с людьми, которые недалеко от Хазенды. Ирокес муви добивает. Вот наверху он решил все-таки... Или просто там бледаут сработал. Может быть, бледаут сработал. Но ирокес выйдет отсюда очень жирно. То есть у него два трупа, которые собрали несколько... Ну, парочку компаундов точно. И люди потихонечку... Опа, здесь еще у нас... Ешку штурманули. Вообще Ешка двигался в сторону этого компаунда. Помните, да? Подходил. Тиммейт его не помогал. А тут 2-3 человека потенциально. Видимо, ему... Вот когда по нему начали стрелять, он был где-то в районе этого камня. То есть вернуться было бы, наверное, более даже рискованным мероприятием, чем добежать до кавера. Ну, и там уже как-то переждать, дождаться своих. Что все-таки здание это не камешек. О, неплохо. Попали. Разок второй попали. Ничего себе. Реал КПЕ получает третий раз. Испортит сейчас. Блин, мотоцикл испортит. Жалко. И здесь только в гору уходить. А, тиммейт, 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 тиммейт идет. Все нормально. Могут спасти. Могут заехать. Тут, правда, более серьезные разборки есть. Ох. Я что-то пропустил появление этого комп... А, нет. Не пропустил. Это нормально как раз. Это тот, который был раньше. Не узнал это место сразу. Лолита Куртизанка. Реал КПЕ убивает. Точнее, нокает. И добивает. Блин. Пытались писаться, помочь. Но, наверное, не стоит вообще тут останавливаться, на самом деле. Потому что... Ну, а зачем спасать мертвых? Только ради личной мести. Очень точно стреляют. Очень точно стреляют. То есть, вот когда вот такой зажим на такой дистанции и значительная часть попадает в транспортное средство, это значит, что люди умеют стрелять. Так, тут подлутали аирдроп. В нем... Что в нем-то? АВМ. Ох, зелененькая, да? Да, АВМерс. Правда, Х3 прицел не располагает к нормальной работе с АВМ. Тут два нока, принимают решение о штурме. АЛАЯ ГГ. Дронный транспортер. Да, и Рокес очень далеко. Да, два нока и не успел поднять самый токсик. Сейчас втроем будут... Да, и нока и очень хорошо стреляют. То есть, как только вышел на контакт, сразу... Сразу очередь и очень точно. И Рокес остается в меньшинстве. У него два килла. Я представляю, он сейчас думает, блин, я там двоих в компаунде, один. А эти отдались втроем. Ну как так? Придется... Придется тащить одному. Пронумерую Рокеса на всякий случай. Ну, обидно, конечно, обидно. Пока что круг позволяет комфортно разместить в содержании команд. Есть еще Лолита Куртизанка, которая... Которая едет... Ну, как будто едет к трупу на самом деле. То есть, смысла ехать так... Я особо не вижу, потому что... Ну, это... И не в круг. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Интересно, а Лолита за девочку играет или нет? Как вот понять? Очень интересный будет круг, на самом деле. Он весьма редкий, с одной стороны. Ну, там очень много позиций сложных. Типа гор, спусков, камней, зданий, которые вроде как и помогают, а вроде как и простреливаются местами. Ну, местность весьма гористая. Не знаю... Вот здесь тоже местечко хорошее. То есть, с одной стороны, компаунд. Так, это оно? Нет, это не то я хотел показать. Вот, следующее. На горочке такое. Хорошее место тоже. И в плане обзора, и в плане защиты. Так, тут простреливают... А, это та пара. Помните, у нас в топ-2 была в прошлый раз. Вдвоем играют. Еле-еле они вообще проехали сейчас. И могло все закончиться очень плохо. Просто потому, что у шофера на одну тычку. Просто одна тычка. И все. А его высаживают там. Не факт, что Бластона потом не достреляет. Потому, что неизменно ты теряешь скорость. И там уже... Там уже не факт. Что удастся. Они приезжают. Нужно хиляться. А, они. Блин, он один был за этим рулем. А где твой тиммейт? Это грамотно, что на разных транспортных средствах. Тиммейт вообще черт знает где. Он только доехал на мотоцикле. Рядом с зоной. Что? А, вон, сверху. Ничего себе. Так, тут может быть контакт. Погон. Свинидла. ВТФА-ку останавливают. Или он сам останавливается? Сам останавливается. Выходит. Хаос какой-то начинается. Да, ног. Сэнжага хороший хэдшот прописывает. Блин, они тут сзади простреливаются. И погон еще впереди. Такой слоупочный дым. Ну, квотермастера довольно быстро ушатали. Там хэд, а потом тык-тык-тык-тык. И все. И нету. Нету человека. Баги укатываются. Но на баги пофиг. Есть хороший джип. Крытый. Погон может выйти в спину. Вот его оттуда никто не ожидает. Шумят. Но погон действовал очень пассивно. То есть он просто выцеливал как-то из-за ангарного этого здания. И вроде разбежались. Не, ни у кого, конечно. Тут нет желания раньше времени идти в... В размин какой-то. Рисковать. И ракет с бедолагой. Кажись, его штурмовать сейчас будут. Во. Да двое там с горы спускаются. Ирокез прячется. Напомню, судьба Ирокеза была довольно тяжелая. Он начал хорошо, но тиммейтов потом покромсали. На стрельбу сейчас сдвигается топ-1 прошлой катки. Прямо на стрельбу уходит. Ой. Ирокез нокает одного. Хорошо. Мини-хэдшот. А вот Икскива, который был счастливым обладателем грозы в прошлый раз. Он решает, что не будет он штурмовать. Но на Ирокеза 4 человека выходит. Я не думаю, что они будут с горы спускаться. В этом нет вообще никакой необходимости. Они спокойно... Тихо, 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 тихо. Ты чего? Перестреливаться с таким большим количеством людей. Особенно учитывая то, что у них там нормально все со снайперками. СЛР, кар. Мне казалось, что там еще была какая-то снайпа. Ее просто убрали. Мини у этого. Еще, кажется, одна мини кастомная. В общем, не нужно. Там прилетит один правильный выстрел с кара. Учитывая то, что ты груз не лутал, все, у тебя вторая каска. Это гарантия, гарантия, что ты умрешь, тиммейтов нет. Ну, нафига. Это очень серьезный рандом. Особенно, если люди умеют стрелять. Особенно, если их больше. Так, а вот на Киво, кстати, выйдут неизменно эти 4 человека. У них есть возможность двигаться по скале и пройти. Ну, не совсем к центру, конечно, круга, но... Довольно хорошо можно по горочке выйти. Не забираясь в город. А вот Киво сейчас, бедолага, будет терпеть. У него с Карелли, ну как четверых убивать? Видит, одного зажимает. Блин, спрей-контроль хороший, но второго не добил. Гни, какая не Гренка, ты чего? Нет, успел Гренку кинуть. Сзади еще бахают. Блин! Какой же он молодец. Киво очень хорошо стреляет. То есть он почти двоих нокнул. Поарказил, конечно, с Гренкой, потому что реально его могли... Ну, он мог не успеть эту гранату банально кинуть. Ирокес продолжает портить людям жизнь. Он нокает Уотчфула. Видит, что круг обновился. Сразу же, сразу же реагирует и едет вперед. Грамотно. Груз упал один, но это не столь важно. Тут перестрелка, но это тоже не столь важно. Куда ты... Ай! А, ты по городу хочешь? По городу далеко не уйти. Вот в чем проблема. Не, ну в принципе можно... Я не знаю. Он... Нет, все равно можно и так отыгрывать. От границы, по городу, по городу, там как-то двигаться можно. Потому что приезжает, ну куда ты в центр приедешь. Он уже не знает, что занято, что не занято. Само путешествие на баге по этой горе может плохо закончиться. А вот сейчас очень страшный момент. Закрывать команду будет одну, которая идет из круга. Опять команда дронетранспортера. Кайлович Алая ГГ. Блин, знакомый никнейм тоже. Ой, намазали. Ну тут справедливо... Опа! Алая ГГ. С СЛР попадает. Кажется, сзади прилетело, нет? Да! Блин, там такие... Дистанция... Ну, хотя нет, дистанция нормальная. 300 плюс метр где-то. Небольшой плюс. Но он не сразу понял, откуда эта плюха прилетела. Кайлович опасно, конечно, играет. Во-первых, он вышел... Ну, Алая добила Вочфула. Он вышел за пределы круга, пытается угол дать. Но это, блин, рискованно. Увидел. Хэдик. Ха! Что? Алая убивает еще Лолиту, куртизанку. Теперь мы знаем, какая из них симпатичней. Хотя, не факт. Там просто разная логика, может быть. Добили. Остается только какая-джамба в команде. Тизерин киберспортсмен из команды юзерс. Там поди и ай-фай есть. Тизерин. Тизерин. Живой ли тизерин? Да, да. Бластон, тизерин. Это, собственно, топ-3 прошлой катки. Все, запомнили. Перестрелки. Но вроде ни к чему такому криминальному не приведут. Тут подлутал тизерин, кстати. Подлутал пулич. Блин. Давай-ка я тизерина тоже пробинжу. Ну, это опасный молодой человек. У них, конечно, киллов нет. Но, учитывая фулл-Т3 пулемет и инфу о том, что... Ну, какая-джамба пытается убежать, но одна аптека забей. Это шквальный огонь. Его спокойно закрыли. Качественно сработали, на самом деле. Да, разделился один товарищ. Но, видите, это отдало свои плоды. Единственное, что я не понял, как там из кара в бошку не попали. Вроде кровь вылетела. Вроде как вторая каска. Видимо, не в голову все-таки попала. Новый круг. Более-менее нейтральный. Но, естественно, придется сдвигаться. Естественно, сложнее всего будет тем, кто находится в северной части круга. Потому что вот эта вот зона, она... Это низинка, и она вся открытая. То есть, дронетранспортеру с командой опять предстоят испытания. Во-первых, они их знают, их мониторят. Деддом там своего... Да... Извините. Пропустил я тут контакт команды. Когда рассказывал, как сложно будет вот этим товарищам. Потому что их мониторят. И вот здесь вот низина такая. Без нормального количества укрытий. То есть, вот это вот. Вот это надо преодолевать. Каким-то образом. Так, здесь поподнимали. Подлутали. А, там, видимо, машинку зажали. Судя по кучности трупов и горящему транспортному средству. Тут был тимвайп. О, тизерин сейчас будет встречать команду. Опасный момент. Как будто специально идут навстречу. Как будто видели. Но тут каверов у них у самих нет. Видит. Блин, не успевает. Ног одного. Но на второго не хватает. Минус сядь има. Ну, это Бластон там минус три сделал. А я на пуличи рассчитывал. Подруга, подними! Шорти как такая модная. Так. Сдвигаемся. Ираке с каким-то чудом умудрился через город и на скалу. Правда, здесь хрен поднимешься. Он не знает. Он пытается понять, с какой стороны лучше. Вот здесь вот, да, можно подняться. Или вот с этой стороны. Под перекрестным... Нет, не под перекрестным... Ну, под перекрестным огнем. Встречают, короче, команду. Алая ГГ. Вот, вот, вот. Дрань-транспортер. Уже минус один. И перспектив мало, понимаете? Ну, вот что делать вот в такой ситуации? Только дымы, только пробег. А как иначе? Нужно как-то до скалы добежать. А тут вы просто в открытой местности. РНС пробует подлечиться. Мкайлович. Да, бутеры. Что-нибудь поесть. Очень хочется. Спасибо. Ой, жена пришла есть. Я выжил. Ирокез один, типа, пытается встретить миллион людей. Мкайлович тоже убивает. Еще дымы. Да, Аэронест. Остается только дрань-транспортер. У него только дымы. Здоровьем огромные проблемы. Даже жутко, конечно, жутко. Семь киллов. Команда топ-1. Но реально Кружаня подставил. Ну, конечно, у них транспортного средства не было. О, кстати, Ирокез может в тыл выйти. Он слышал перестрелку. Бластон как раз вот стреляется с этой самой командой. Тут тоже, кстати, ног. Но должны успеть поднять. Ну, не штурмуют люди здесь. Хуже всего, конечно, этому дрань-транспортеру в будочке. Потому что о нем знают. Его мониторят в, там, не знаю, четыре пары глаз, наверное. Особенно... Да, все. И Дима Кагава. Вообще нокнул черт знает откуда. Ирокез выходит с тыла. Нокнул одного. Добил. Слева слышишь шаги. Да, но очень синхронно вышли. Прям очень хорошо. То есть там... Там ты понимаешь, что там есть люди, там есть люди. Но когда они появляются одновременно, ты не можешь сначала убить одного, потом убить второго. И, конечно, важно командой действовать синхронно в таких ситуациях, что даже если одного человека у вас нокают, все равно товарищ занят. Он даже добить нокнутого не успеет, если вы выходите синхронно. Привет, Вилл. Друзья, всем большой привет. Я в чате периодически поглядываю. На стриме задержка просто. И интерактива с чатиком вообще такого не получается. Смотрим игру, чтобы не мониторили, не слушали. Многие участники слушают трансляцию. Это не запрещено. Просто если задержки не будет, то мы будем ценную инфу выдавать. А не хотелось бы. Пока что... Остается только вот тизерин с бластоном из топовых. Из топовых. Сантинелл, привет. Ну, из известных топовых, так скажем. Топ-1 прошлой катки уже откололись. Карекс-8, пулемет. Заглядение. Медицины валом. Ну, конечно, если вы встречаете команду из четырех человек, то вы, наверное, в шоколаде должны выходить вдвоем-то после этой встречи. Если выживаете, то как бы призы классные. Они, скорее всего, пересекутся вот с этой командой. Полный состав. Нет, там же ракет все-таки одного забрал. Но это опасно. Переходит на шаг периодически. Видит. Увидел, дал инфу. Аптечку зря. Да там два бинта, тот же эффект. Блин, а сейчас опасно. Тиммейт прикрывает. Здесь мало вероятен контакт. Нет, давайте здесь посмотрим, как работать будут. С другой стороны, Триумф-88, Торо-3 и Кашарт. Бластон закидывает греночки. Блин. Сами поймали гренку. Хорошо пулемет. Минус один, добил. Нокнули, правда, Тизерина. Один в два остается. Известна позиция. Сокращают. Нокует одного, Нока Шарт. Численное превосходство дало свои плоды. Поэтому прощаемся с командой Тизерина и Бластон. По крайней мере, на этой карте. Но они все равно дошли до достаточно высокого топа. Поэтому и вдвоем справились с поставленной задачей. Топ-6 и там топ-2. Кажется, в прошлой катке был, помните? Нет, топ-3. Топ-3, топ-3. Там же полежун один остался дольше. О, Свинидла. Наш любимчик. Выходит сейчас на троих. Обменивается гранатами, которые не наносят серьезного урона. Перегруппировывается под ХГшку. Ох. Блин, даже не хочет. Вот видишь, третье лицо у человека. Даже не хочется стрелять, потому что понимаешь, что... Да, потому что... Потому что ваншота с твоей стороны точно не будет. Это с его стороны, вот хрен его знает. У тебя-то вторая каска. Это и кар, и М24. И уж тем более АВМ простреливают просто насквозь. И... Ну... Ну... Ну, все. Свинидла получил из АВМ. Ну, это хорошо стреляет. Дерейр. Нет, не Дерейр. Это ватафак. У Дерейра М24 я что-то не определил ее по внешнему виду. Конечно же. Спасибо большое. Друзья, меня ждет после этой катки перерывчик. Вкусные бутербоды, кофе. Спасибо большое. Кот, кот, кот. Бери кота скорее, а то он будет опять проситься. Хватай ее, хватай. Сейчас. Сейчас. Догнали. Бастит. Хорошо. Пока что... Ну, у нас финалка будет проходить на интересной гористой местности. Как бы она интересна еще тем, что это не от третьего лица. Поэтому тут на рефлексы, на стрельбу, на слух. На точные гренки в том числе. То есть полюженов, которые мониторят, выходят, используя неровности, будет... А, в принципе, полюженов не будет. Поэтому... Тут чистая скилуха. Пять команд. Плохая ситуация вот у этих товарищей, которые с помойки будут выходить. В... Ну, вот, вот куда им выходить. Пока сидят, на кружении-то идет. Их целенаправленно пока никто не мониторит, но обзор-то очень хороший, на самом деле. Видите? Обзор-то просто прекрасный. А выходить-то надо. Тут все уже в пределах и видимости, и стрельбы. Ой. А, это дым. Блин, я испугался. Вот. Кошард попытался выйти, но плохая была идея. Хотя пока нокали. Тут с... Дима, Кагао и... Нюан Пасу... Нян Пасу. Нян Пасу. Нокнул... Пока целился, видимо. Ух. Добили. Снова нок. Блин, как же он хорошо играет. Стреляет. Ну, два выстрела, два хэда. Ну, приятно же. Не, это был Дима все-таки. Потому что у того СКС второго. Посмотрим немножко за стрельбой. Что, попал, что ли? Не, не попал. Санжага ложится, потому что попадают. Там ноки. Топовая позиция пока у северных ребят. Да, и она остается такой. Триумф остается в меньшинстве. Только не Молотова. Блин, он чуть Молотова не кинул сюда. Два дыма, все в одну кучу. Да, так и надо. Ну, конечно, хочется. Он один остался. Ему держаться нужно. Его и сверху с той горы простреливают. Он прикрывается. Чудом каким-то его не постреляли еще. А, не чудом. А тут небольшая, небольшая хэгэшка. Поэтому он для них, для них безопасности. Побежали люди в круг. Местность гористая. Тут от горочки до горочки. И можно жить. Пока вы совсем не встретитесь с человеком. О, спасибо большое тебе за соточку. Рассказывай. О, добрый вечер. Добрый. Да, Ирокеза надо будет помониторить. У Триумфа отвратительная позиция. Его, повторю, сейчас не только простреливают те, кто... Но и слева будет периодически прилетать. Это... Это ГГ. Очень не хотелось бы в такой ситуации оказаться. Реально, это просто... Это... 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 Забей. Очень больно. Так, четыре команды остается. Полного состава нет ни у кого. Три-три-два-два. И тут три-два-два. Димку нокают. Димку нокают. Давайте на нян посмотрим. Ох, ё-моё. Там он недолго торчал головой светил своей. Понимаете? Он успел из СКС то ли один выстрел, то ли не успел в принципе выстрелить. Свинидла сокращает. Свинидла сокращает. Побежал, но поздновато. И не спасет, и сам рискует сильно. Да. Свинидла за реголом. А, ну он бежал, может подлутать просто. Гренки хорошие. Определяется у нас один уже полежун. Полежу, но еще начинает стрелять. Ты не офигел ли, друг? Вообще псих. Пошел отбивать сковородой. Но он точно псих. Бах. Давай, нападай. На-на, и тебе. Со мной давай дуэль. Ничего себе. Умудрился. Погон, бедолага, там один в три. По этому направлению. На погоны выходят. Раз, одного ног. Калаш опасный оружие. На таких дистанциях особенно. Левее. Ну, это я левее говорю. Как бы у меня все подсвечиваются. Ну, почти. Блин, почти. Там, смотрите, осталось у последнего третьего. Урэчки. Ё-моё. Да, ну и остается три в один. Судьба ватафаке практически предрешена. Это, конечно... Не, ну, здесь перестрелка, конечно, была очень хорошая. Сложно. Сложно, когда у тебя там... Вас, во-первых, меньше. На тебя выходит трое. Твой тиммейт там... Черт знает чем занимался. Давайте поболеем за ватафаку. У него один килл на всю команду. Но он топ-2. Молодец. Он осматривается. Увидел. Далее инфу. Пытается перегруппироваться. Патронов в М24 миллион. Пытается бегающих встретить. Слышит. И получилось. Ну, бывает. Бывает. Что ж поделать. Как называется эта команда? Вокминсев в составе есть. Давайте сейчас посмотрим. Они, кстати, хорошо наубивали, видите. Ну, то есть, 10 киллов. По сравнению с другими коллективами, это, конечно, очень много. Ладно, друзья, давайте сейчас заходим посихонечку на третью карту. Пожалуйста, уважаемые участники, заходите. Пароль у вас старый, прежний. Если его не поменяли, он не меняется, если кто-то не спалит. Вот, заходите в игру. Я сделал небольшой перерыв. Бахну кофе и бутербродов. Простите уж меня за это. И будем смотреть на любимой нашей карте продолжение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И... И... Написали, субтитры Алексею Дубровскому! Написали, субтитры Алексею Дубровскому! Дай попробуем... Такой игры не существует... Хм... И... 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 будто в воскресенье будут играть 3 квалификации, собственно, по 20 команд, и выходить из них будет только по 3 команды. Там, конечно, заруба будет очень жесткая, потому что большинство... Ну, просто топ-10 и топ-3 сравните. Те же самые 20 команд на старте, но конкуренция больше, чем в 3 раза выше. И явка там будет больше, потому что туда перейдут команды, которые все-таки квалифицировались, которые не откололись в самом начале. Ну и самая жара будет на последней неделе. Потому что там в бой вступят еще 12 приглашенных коллективов. Можно прочитать непосредственно название команды, команды приглашенных. В разделе о турнире есть. Это Tornado Energy, Storm Battle 2 состава, Red Strike, Winside Esports, Vegas Squadron, Universe, Forza, Мешу привет, Crow Crowd, Team Unique, Quantum Bellator Fire, M19 и Team Spirit. Собственно, вот эти 12 команд, плюс 9, которые прошли через квалификации и такие предфиналы. Чтобы получить плюс 10 к ловкости, надо всего лишь в чате Ctrl V и Enter, говорит Сипкор. Да-да, у нас... Тогда добавится участников, я думаю, и начнется хаос. Не надо, не надо палить пароли, не надо их никуда скидывать, потому что все равно судья перепроверяет перед началом матча, чтобы все были на месте. Какой кошмар, Бавер пьет на кофе на веб, и... Добрый вечер, а Фрестпанк игра намечается? Океану мы прошли, Фрестпанк? Ну, то есть, вчера его прошли. Последнюю кампанию, которая вот вышла позавчера, кажется, позавчера. Запись выложена, можно на ютубе посмотреть. Жалко, конечно, что так мало, но регриабельность во Фрестпанке есть, пока у тебя есть сложность повыше. Ну, по крайней мере, только для меня. То есть, если ты прошел сценарий на максималке, то какой смысл? Можно его найти в улучшении результата, типа, спасти вообще всех-всех-всех, там, или, например, не использовать что-то в каких-то ограничениях. Но там таких вот прям серьезных ограничений нет. Это там не Дарк Соус, который ты можешь сказать себе, что пройдут без смерти или пройдут первым уровнем без смерти, и все, у тебя там на несколько месяцев работы вперед есть. Вот. А Фрестпанке все-таки там попроще. И не очевидно, какие челленджи ставить, и... Ну, короче, я не придумал, что переигрывать. После того, как мы с вами прошли четыре сценария на экстриме, что еще делать? О, Е, пошла игра. Он не до конца пройден, говорит, океан, он вроде дредноут начал восстанавливаться. Ну, уже вторую часть. Это ты посмотрел только девятую часть, есть уже десятая. Так, ну, было вроде там 60, сколько-то команд, но на данный момент уже 58. Ну, это, в смысле, не команд, а участников. Вот. Растаман, что-то ворвался. Его сначала Алиса забанила за странные, а потом он... Растаман, у тебя все в порядке там? Про доту вспомнил. Уже сто лет не играл в дотку. Сто лет, просто сто лет. Мне еще доты не хватало. Пошел обратный отчет, было 58, стало 57. Кто-то отвалился, отвалился еще в процессе. Ну, повторюсь, большинство людей присоединилось к игре, так что все будет нормально. Самолет хороший, пролетает остров поперек, вдоль точнее. Sorry. Так, и надо же было пронумеровать хотя бы парочку. Ракес нам нужен, да? Правильно? Кажется, у него команда желтенькая такая, была. Да, только тут оттенков, цветов еще миллион. Ладно, процесс сейчас найдем. Они разлетятся по карте и будет попроще. А, вон, Миракес, розовенький. Все, пронумеровали вашего любимчика. Велеса самый токсик. Кстати, четвертого у них нет. Задержка сообщает, что там только девятая. А, там пока только девять. Я понял. Ну, тогда по спиранскому выложить, что я заливал часть. Можешь пока, например, на Твиче посмотреть. Там, запись последняя должна быть. когда Дивинити на доблесть, там как раз мини-Диэлси вышло. Да нет желания в Дивинити играть. Там либо в хорошей компании, но сложно организоваться и он модный еще какой. Смотрите, у него фуражка, фиолетовый парашют. Красиво. Я не знаю, за что дается таки модный парашют. Но это явно профессионал. Так, давайте посмотрим в Георгополе хоспитал. Две команды летят. Кстати, Тизерин, Бластон. Теперь к ним присоединились Айфай и Маза, которые, к сожалению, в прошлой катке не успели зайти в игру. Но в чате, я помню, Айфай, по крайней мере, отписывался. Тизерин жесткий. Вообще, с пистолета тут начал навешивать. Пух участвует сегодня. Не, Пух участвует завтра, кстати. О, тут самого токсика минус нули. Опять, короче, опять. У Тизерина тиммейт отдаются на старте. Это что за стратегия? Остается Велес, у него пистоль. Побежал, побежал, побежал. Спасайте, кто может. В гадку, понимаете, в гадку две команды. Зачем? Огромное количество свободных мест. Огромное количество. А нет, они осознанно полетели вместе с в гадку. Как? Зачем? Понять не могу. На 16 команд распилить карту? Изи. Ключевую машинку взять. Все, дальше езжай куда хочешь, лутай что хочешь. На Сосновку-то, кстати, грамотно отправляются вот эти вот зеленые. Димон. Ну, вроде Велес спасся. Кое-как отошел в дома неподалеку. Ну, одного они уже потеряли. Ну, самого Токсика потеряли. Наверное, не очень жалко. Ясную поляну тут впитывает. Тоже знакомые никнеймы. Дранитранспортер нумеруем. Эрокес, Тезерин. Ну, хорошо. СЛР. Он в Соленово госпиталь впитывает. Но здесь возможен контакт на Георгополе, потому что, ну, потому что могут закрывать. Не знаю, как там по транспортным средствам, по дороге. И видели, не видели. Вот вижу дачу одну. Как вот будем уходить отсюда? Большой вопрос. Причем еще в северной части Георгополя, как вы видите, есть люди, как от Джамбо. Лолит, крутизанка. Так здесь стреляет из револьвера во все стороны. Беспорядочно. Псих. Так, в Липовке норм. Других контактов я в ближайшем будущем... Да, вот, кстати, хорошо. Фай стащил баги, по крайней мере. Мне кажется, он просто едет искать транспортные средства более качественные. Потому что понимают, что им нужно валить отсюда из Георгополя. Но машин нет. Или ты по... Что? Псих. Настолько близко. Не, он лутает. Он лутает. Он лутает. Велес с Аракезом на мотоцикле. Блин, ребята. Ребята опасные. Летят вдвоем. Тут кочек очень много мелких. Тут можно поймать что-нибудь нестандартное. А едут они на максималочке. Вот здесь можно подлететь. Вот здесь вот нормально все. Да, да, да. Лучше, конечно, взять хотя бы одному бронированный УАЗик. Это было бы нелепая смерть, если бы... Так, еще, кстати, груз падает. Давайте одним глазком посмотрим. Он хорошо с Ясной Поляны просматривается. А вы... Без прицела, конечно, но, блин, там еще глушак. АВМ приятное. Приятное оружие. Простое. Единственное, что количество патронов ограничено. Если хоть как-то нормально стрелять, то 20 патронов тебе за глаза, за уши хватит. 57 из 59 прогрузились, говорит Хавк. Угу, хорошо. Ну, команды все, просто, видимо, у кого-то отвалилось. О, кстати, сейчас, кажется, заметил. Поехал груз лутать. Макайлович. Он Соленова. Возможно, там ему помогают с точки зрения обзора там с многоэтажки. Берет вместо Эмочки второй топовый. Ну, хорошо приоделся. Надеюсь, я уверен, что в Ясной Поляне кто-то из них, из четверых, найдет 4+, и можно будет спокойно поделиться своим тиммейтом, и АВМ застреляет. Лучше, конечно, от шестерки. Шестерка-восьмерка, потому что АВМ без без упреждения на 250 метров до 250, до 250, да, до 250 можно стрелять. То есть, пулька летит очень быстро и по отличной траектории. Поэтому, собственно, это и считается простым оружием по сравнению и с Каром. Кар, наверное, самый сложный из этих пушек. Хотя, с другой стороны, Кар М24 падает чаще, и с него, типа, пристреливаться проще. Блин, Фоксбот бегает и стреляет постоянно. Он продолжает бегать и стрелять беспорядочно. То есть, он ходит, шумит просто. Не знаю, зачем это делать. На миникарте периодически появляются трассы от стрельбы. грамотно, как, кстати, бегают втроем просто по сосновке. Может, они просто обмениваются? А, третий вообще на Fairy Pier. Разделились, товарищи. Двое сосновку впитывают. У них должно быть все просто же замечательно по луту. Я видел там вторую каску. Вижу, вроде как, калаш. Калаш. М24. Да. Ну и Т2. Нормально. С медициной тоже проблем нет. Было 50... Сколько там? 59, да? Мы три смерти пропустили. Ну, как пропустили. Одну посмотрели в гадки. Еще где-то две было. Я вот не знаю даже где. В Георгополе вроде не встретились, все разъехались. люди сдвигаются в круг. Не торопятся. What the fuck этот компаунд хорошо тоже впитывает. Большой. Они разделились. Вот двое в северном. Foxbot, который стреляет псих периодически на шутинг-рейнже. What the fuck вообще в километре больше даже от остальных. Не знаю, зачем это делается. То есть, северный, например, лутается четырьмя людьми ровно в круг. Ну, впитывается. И там хватает, в принципе, на всех. А так есть риск, потому что ты же не просто приезжаешь, занимаешь какую-то точку, сидишь там и ждешь. Ты же бегаешь постоянно. Не ровно сейчас на кого-то выйдешь. О, кажется, сейчас к нему подъедут. Не факт, что едут именно в компаунд, возможно, просто в сторону круга. Watchful очень аккуратно, осмотрительно. Джокки, привет. Он посмотрел в компаунде, видимо, его смутили открытые двери или транспортные средства. Я не знаю, что он с этой стороны наблюдал. А, он красную дачу увидел, скорее всего, просто. Красная дача, открытая дверь, сразу разворот. Он же не знает, сколько там человек. Один или четыре? Поэтому решил просто нет, все. Рисковать не будем, давайте где-нибудь тут в киберспортивных домах почилим. Попрохлаждаемся. Накрывается основку. Я не знаю, почему Димон не выехали вовремя. Ооо. А, все, вопросов нет. Я думал, тут рыбак, а тут просто человек на лодочке. Интересно. Вроде как можно выехать. Да, хорошо. Ну, заднее колесо на мотоцикле, оно как бы отвечает за перемещение. Оно, то есть, такое ходовое переднее за поворот. То есть, если простреливать, можно понять. И тут заднее колесо было наполовинку в воде. А учитывая то, что когда ты начинаешь ехать, ты немножко еще откатываешься, я думал, а вдруг он сейчас скатится просто еще чуть-чуть дальше и не сможет выехать. Но там недостаточно глубоко было для того, чтобы погрязнуть. А, 57 их было, 57. Все, тогда киллса, в смысле у смертей, кроме первого, не было. Я вот должен допить это кофе, потому что этот кофе. Это кофе, это, конечно, уже правильно теперь, но лучше назвать этот. Тизерина тут простреливают, опасный момент, он на мотоцикле, он бит. Ну, вроде свалил. Да, я почему-то из 59 отнимал 56. Сейчас меня чатик высмеет, конечно же, в привычной манере. А, кстати, здесь довольно близко люди, друг к дружке. И судя по тому, как они в курсе происходящего. Перестреливаются. Транспортные средства в сейве, плюс еще горочка, в любой момент можно отсюда свалить. Это не проблема. О, тут тоже перестрелки. Ох, бласт он. Опа, 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 попал. Ну, опять же, 2 в 2, вряд ли эти товарищи будут рашить, потому что, ну а зачем? Ну, каску попросить можно, тем более, видите, как хорошо стреляет. Хотя на такой дистанции, как бы, пулька так быстро долетает, что это показалось. Там ящики. Так, новый круг. Прекрасное место под киберспортивные дома. Вот эти вот занимать и сидеть. Прятать транспортные средства между... Ой, молодец какой, прям все знает, прям все умеет. Смотрите, какая дача красивая. Как будто, как будто она здесь, ну каждый вечер ты паркуешься вот здесь. Просто прекрасно. Хрен прострелишь колеса, реально. Захочешь вот прострелить, а вот откуда, с какой точки? С этой горы нет, с той горы нет. С поля разве только, но тут поля возвышения нет никакого. Дача в полной безопасности. Разве что вот с того пригорочка, как-то под хитрым углом можно запороть задние колеса. Ну, это слишком по-наркомански. Хорошо заняли компаунд, очень хорошо заняли. Уважение, уважение. Так, поехали на четырех транспортных средствах. Смотрите, тоже профессионалы. Алая своего сбивает. Эй, дронетранспортера сбила. Поднимает. Вот так вот. Ну, они тут по машинке заморачиваются, правильно делают. Вот, то есть 30 транспортных средств постоянно мансят. Тоже очень такой хороший показатель, что люди не со дна паблика вышли. Ну, и посмотрим. Сейчас уже места всем-то не хватит в домах. Уже как бы занято. Есть, конечно, интересные такие занимательные будочки с хэгэшками. Есть ангар еще вакантный, кстати. Ну, и тут понасажали достаточно много всего. Ой. Бах. Минус один. Но вот как хорошо все-таки не ездить в одной машине. Как бы ехали на трех. Так, Маркелович тут еще Фокса нокает. Вот здесь вот Фоксбота, тут который дострелялся, помните? Так, еще один груз падает, блин. Прям-прям на гору. Какая джамба и куртизанка подходят. Здесь они рядом с будкой, да, стоят? Вот, тоже хорошее место. И своего можно к своему приджониться, прикрыть можно. Жалко, что Watchful один только в этих киберспортивных дамах. Опа, тут штурм. Блин. Ой, опасно. Это опасно, друзья. Заходят двое на втором этаже. Слышат их. Гринки пошли. Не пошли, Грин. Грин пошла, Грин. Влево. О, хорошо. Один ног. Второй ног. Добили. А, следующий в соседнем доме. Блин, молодцы. Остается два в четыре. Услышали, услышали, услышали. Ай-яй-яй-яй-яй. Как добежал вообще? Как добежал вообще? Непонятно. Какой дым? Что ты делаешь? Пустил газы. Очень медленно реагирует, к сожалению. Остается один. Как саранча просто нет. Да, понятно. Так. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Вот здесь очень серьезное напряжение. Там создал. Создал нокнут. Они от скал тут отыгрывают. Создал, к сожалению, простреливается с разных самых сторон. У него зад торчит. Его добивают. Ну, его вот оттуда постреливают и оттуда постреливают. То есть, шансов нету. Не было у него. Ну, у этих товарищей тоже не самая лучшая позиция. То есть, скала хорошо, обзор классный. Но они тут... Ну, тут две команды, фактически. И численное превосходство. Причем серьезное численное превосходство. Анимейт и Айвил Пэн Ю вдвоем. А там 3 и 4, 7 человек. Так. Да, нам подсказывает дальше развернуть на 180 градусов. Ну, хорошее место, на самом деле. Все. До сих пор круг более-менее нейтральный. Да, развернуть, чтобы... Он развернул ее. Да, он переставил ее. Господи. Он на шаг впереди. Дизистайл, ты видишь? Он псих. Он еще прижал. Блин, какие же чемпионы играют, а? Так. Так, Ирокес с Велесом убежали. По ним стреляли только что с ангаров. А там Бластон, Тизерин, жесть. Ирокес, Тизерин. Вот они 1-2. Тоже хороший компаунд. Вот, заняли хорошо бронетранспортер. Правильно сделали, что штурманули. Главное, результат отличный. Энимейта нокают. Ну, потому что они пешкарусом бегут. Айвил Пэн Ю забивает вообще на тиммейт. И правильно делает. Потому что тут проблем значительно больше. Учитывая то, что выстрелов мы не слышим. Откуда они идут? Понимаем, что дистанция серьезная. И Айвил Пэн Ю добегает до камней. Слышит стрельбу гораздо ближе. Понимает, что враги... И впереди еще целая тима. Ё-моё. Тут проблемы. Лев. Румянов. Румянов или ремянов. Баги без колес задних, к сожалению, не едет. И Димон тоже выбрал баги зря. Потому что уже без колеса и без половины здоровья. Минус второе колесо. Только рулить осталось. Блин, дорулили. Да, ну, круг заставляет людей двигаться. Попадает в поле зрения. И начинается... Начинается контакт. Кстати, опасный момент. Через мост тут можно и не проехать. Если вовремя встретят... Встретят... Под пристальным... Вниманием со стороны вот Ешки. Хотя Ешка получается сейчас вот отсюда. Из этого компаунда тоже 4 человека. Гусь HCM. Уазик очень битый. По нему стреляет. Сейчас взорвешься, взорвешься! Ооо! Война! Лечится. Дефендерити. Ну и сзади еще. Просто с заправки вышло. Два человека. Красиво. Приехали. Так, Велес жив... Хорошо, кстати, практически ничего не пропускаем в плане киллов этой катки. Ой, тут закрывают, хорошо. Кошар дым кидает, ищет второго. Да мы пошли сам лечиться. Там еще одна тима прям под ними. Они точно подниматься сейчас будут. Некман, Фредди, Ктулхус и Карсейлер 96. Реально удобно, когда после никнейма идет еще год. То есть банально ты понимаешь, призывной или нет. Учится в школе или нет. Идут в круг, начинают стрелять по ним. Пытаются мансить, кто-то пытается прикрыть. Нетскан. Удачно, кстати, лег, но почему-то не продолжил лечение, не знаю. Вроде начал, но не закончил. Да, и речки работают. Отлично. Карсейлер пытается прикрыть своих товарищей. Но он добежал в круг, он уже может тебе позволить. ДХ4 у него тоже есть. А Тора с Кошардом, благодаря как раз появлению этой тимы, смогли зайти в круг по-другому. Молодцы. Здесь контакт сейчас будет. Услышал, кажется. Давай, стрельни. Хорошо, выцеливайте. Выцеливает, занят. Ну, убейте его! Ты чего? Ну, какая гренка? Не та гренка. Другой нет. Сан Бруно Айвил Пэнью убивает. Айвил Пэнью это... Друг Рокеза, кажется, или как? Ног одного. Встает. Эй! Блин. Три в один остались, да? Нет, два в один. Гренка контроля нет! Дым свой. Да, добили. Молодцы. И спасли. Молодцы. Тут высаживают... Высадили Мазу. Бластон очень раненый. Доезжают непонятно как. О, там Аук. Как Акаджамба. Нет, Рокез живой. У него Велес. Тиммейт. Тизерин в будке. С свинидла по нему стреляют. Здесь Голд Бит. Пытается сдержать. Двоих, троих. Ему тиммейты помогают, но... Без шансов. Ешка с тиммейтами через мост проехали. Ой, тут погон. Плюс один. Езжает в компаун. Выходит. Перекрестный огонь. Лег. Минус два. Не он минус два сделал. Его тиммейтов убили. Каким-то чудом он еще живет. Непонятно каким. Ой, тут четверо штурманули. Ай, все, взорвали в тачку. Погон тоже минус. Добили. С свинидла пытается свалить. Он остался один. Он уже в топ-10. Он едет. Там занято. Тут занято. Бен заканчивается. Здесь тоже занято. Слева занято. Будка. 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 Будка это спасение. Если доживешь. Машина дымится уже нет. Сейчас взорвется же сама. Блин. И тезерин убивает его. Прямо когда такие моменты смотришь, чувствуешь, как будто сам играешь и тебе жопа. Ну то есть все уже. Так. Дэд дом. Нокнул. Гранатый там. ЮМДшечку. Я не знаю где это. Ирокез норм. Бластон и тезерин. Да и фай тоже в центре круга. Здесь хорошее место на самом деле. Несмотря на то, что здесь тут просто будка. Но тут есть скала. И вот это вот можно тоже использовать. Если, например, круг будет там. Рэджке работает по Ирокезу. Падает дроп. Но я не уверен, что стоит вообще его рассматривать как... Как что-то... Ну как цель. А вот этот эйрдроп. Это прям подарок. Падает ровно наш бан. Прямо на тьму. Край круга. Шикарно. Ешка стреляет. Пытается прострелить. Ну и он попал там разок. Увидел, что человек лечится. Грамотно выцеливает. Смотрите, он высунулся, стрельнул. Сразу после этого увидел, что его выцеливают. Сразу спрятался. Молодец. То есть голову... Ну... Бережет. Правильное слово бережет. Так, все. Груз упал. О, что? Груз. Все нормально. Я думал, что для него груз был в новинку. Потому что он не смотрел на него, а повернулся на звук только. Так, а в грузе том... А в грузе том... То, что он решил не брать сначала. Что? Аук? Аук. То, по ВМ-ку меняем на Аук. Ой, тут приехал бедолага Кашарт. Но он приехал в компаунд к четырем убийцам. Которые уже семь настреляли. Он лечится? Ну и еще изи. Алла, я гг. В очередной раз. Ну, в этой катке всего два киллса, но до этого еще были убийством. Так, Коко Джамбо с девчонками. С Лолитой, Куртизанкой. Ну, Watchful не факт, что девчонка. Я заранее извиняюсь. Просто Коко Джамбо как бы должен быть как пимп. Ладно, не будем. Не будем. Так, лучше кофе хлебну. Потерялся. Дарел КПЕ едет к грузу? Что? Не, он едет к камню. Приехал. Проверяйте. Пытается выцелить. Камень лево. И дом. А, и еще круг ведет. Вообще класс. Один пешкарусом. Что не взял тиммейт это в этот? Вот тут самая сложная ситуация. Дэд дом. Плюс муви рядышком. Они хотят просто перехилять друг друга. И оказаться... Ну, место выиграть хотя бы одно. Муви еле-еле жив. Ой, хорошо нокнул. И бежит сам. Да ладно. По нему правда стреляют. Да, нокают его. Бедолагу. Дэрил КПЕ остается только один. Семь киллов на команду. Они тоже воевали, прям воевали. Молодцы. Иракеза убили. Я вижу... Велеса одного... С одним киллом. На одну команду... На команду у них один килл. Но стреляли регулярно? Ничего не знаю. Реал КПЕ пытается пройти, но его там сбудки, по крайней мере, как от джамба. Не факт, что его, но стрельбу явно слышали. Увидел. Понял, что враг не увидел его. Все. Время сокращать. Красиво выходит. Вообще красиво. Мне очень нравится, как он тут отыгрывает. То есть был момент, когда он мог пострелять, но он понял, что калаш, дистанция и не факт, что удастся. И увидел, что он его не увидел за то время. Главное выбрать правильный момент. Его явно ждут. О, по нему стреляют как раз. И он должен был это понять был. Не понял, судя по всему. Окей. Тут у татарина проблема, потому что здесь нет нормальных каверов, учитывая... Ну, они только дымом. То есть их вот и оттуда могут, и оттуда могут. Убочево возвращается. Куртизанка... Куртизанка нокнута. Короче, только какая джамба может тут помочь? Кидает дым. Надо поднимать. А тут рел КПЕ еще в тылу. Ешка пытался убежать, но там просто поле, понимаете? Отсюда не спастись. Тизерина нокают, к сожалению. Очень нагло они сюда вышли. Оторвались от Айфая. И Бластон... Татарин все еще жив. Какая джамба обоих поднял. Круг пойдет через 10 секунд. Блин, ползун, ползун есть. Вот Бластон, как он, как... Почему его не бахают со стороны... А, потому что там так горочка расположена. Добили все-таки Татарина, Кайлович. А эти, кстати, очень много настреляли уже. С них 11 киллов уже. Причем все результативные. 3-4, 2-2. Все стреляли, все убивали. Молодцы. Еще, конечно, не все. Но эта команда в топ-1 была, помните? Так, Велес приезжает, бедолага. Сразу дым, чтобы сориентироваться, так сказать. Дрел КПЕ. Ползун продолжает контролировать, пытаться контролировать ситуацию. Пока что Будка в топ-1 позиции. Увы. Ну, как, увы. Ой. Шквальный огонь. Никого не нокнули. Кайлович смотрит. У него же АВМ есть. Там. Зад проверяет. Не знаю, зачем с АВМом зад проверять. Ну, просто проверяет. Гренки летят. Не долетают, к сожалению, местами. Эта дистанция приличная. Но с горы может скатиться, если что. Так, и кружане, кружане. Есть у нас червячок все еще живой. Подползает. У него, кстати, хороший будет вид. Ну, до сих пор у него выход в спину нормальный. Он не палился еще долгое время. А вот сейчас будет за Рубом. Потому что две команды неизменно пересекутся. Гренка пошла. Ну, он видел, что за деревом. Слышал, что за вторым. Ей, хорошая какая. Прям трехочковая. Гранатка. Туда же надо было вторую кидать. Понятно сделал, что второй может поднимать. Увидел, увидел, увидел. Какие зажимы классные. Дали инфу. Нокнули его. О, один в один. Нет, не увидел. Справился. Справился. Блин, как же грамотно. Все, они сохранили в очередной раз всю команду. Несмотря на то, что рашили. Но Гренка вот эта инициирующая, топовая. Рел КПИ одного убивает. Лежит. Тихо. Какая Джамба пытается понять. Но прыгать на скале, это очень вредно для здоровья. Там штурмуют Велеса. Ну как штурмуют? Ну так, медленно штурмуют. Смотрите. Блин, это вообще. Только дым их разделяет, ползунов этих. Только дым. У них нормальный вижн. Кайф. Очень грамотно те вот отстреляли. 14 килов. Здравствуйте. Ну что, дым проходит? Там новый дым. На Велесе. Все еще. А-а-а! Убили все-таки Рел КПИ. Какая Джамба Сауга справился. Ну, следующая тема будет... Снова обновляется дым. А простреливать дым нет? Никак? Ё-моё. Он реально... Уже какую минуту проводит... Проводит в дыму. Взял мотик? Да ладно! Это будет самый дерзкий побег в истории человечества. Стреляй, 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 стреляй! Уху! Улетел! Бах! Обожаю физику PUBG. Так, ну что, остается три команды. Три команды. Бластон, Фай. Какая Джамба, один в четырех выходит. Изи! Четыре килла. Как раз еще четыре хочет сделать. Не-не-не-не-не. Он сразу ложится. Грамотно, агрессивно разделяются. Работают по парам. Правда, Иронест очень подставляется. Мкайлович. Нок, минус. Какая Джамба, какая Джамба рядышком. Дым пошел. Опасный момент. А-а-а! Блин, полежина убили. Алая. 15 киллов у команды. Красиво. Фай и Бластон стараются. Выходят зря, конечно, Алая. Добивают сразу же. Не дают жить. Один в четыре. Один в три, ладно, извините. Там потеряли одного. Один в три. Да, прекрасно. Прекрасно. Во второй раз. Вот говорят о рандоме в PUBG, да? Рандомные круги. Рандомный лут. Ну вот, три карты, два раза топ-1. Правда, я не помню в двух, кажется, они там на пятом или на шестом месте. Закончили. Не помню точно. Короче, Ливай. Предпоследняя карта. Сейчас последняя будет. Кажура говорит, Миша, кто-то задавал вопрос, наблюдаешь ли за паталлариалом Калафтути? Ну, я посмотрел стримчики. Мне очень понравилась динамика, конечно, там. Вот. Несмотря на то, что это, типа, там, еще не финалочка, но... Интересно. И с Регой нет таких проблем. С Агарянтом только если кто-то там... Заходите, располагайтесь, готовьтесь к четвертой решетинке. Какая Агарянка была? То есть, видно, что практики много у товарищей. То есть, он увидел мельком, что человек кидает, правильно кидает. Так, что он прилетает, взрывается и сразу нокает. Раш и размен. Причем, размен, там тоже команда неплохая. Один в один, там, один-один, два-два, и уже там последним, последнего убивали. То есть, хорошо стреляют, грамотно действуют, очень слаженно. Круги куплены, говорит, современные. О чем круг, да? Нынче. 58, отлично. Уже почти все. Там 59 прошлой катки было. Так, что я куда-то пропал. 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 Продолжение следует... Работаем! Продолжение следует... Отключаем низкую задержку. А, на низкой только. Ясно. Ну ладно тогда. Сейчас уже смотрит товарищ. Надеюсь, что к старту игры... Ну, на самом деле, хорошо, что не под конец предыдущей. Мне представили, кстати, данные по... По картам? И, судя по всему, это данные по... Уже прошедшим трем картам. На первом месте состав... Ой, нет. Стоп. Нет, я, видимо, по двум. Да ладно. А, не, похоже на правду. На первом месте команда... Юникс и Спорт. Видимо, по двум все-таки, мне кажется, этой картам. В составе рэджки... Гипсейдинг... Амадамару 3-2-2 и... Вокмин Сеф. На втором месте Дисвон. Дровний транспортер... Мкайлович... Аля ГГ. Или Алая... Айрон Нест. На третьем месте Айфайм... Мазафака... Бластон и Тизери. Дальше... Команда... Джи-джи-би-би. Торо. Кашарт. Трим. И... Эс-джи... Бле. Бле. Окей. Оппозиция. Токсик-плеер. Гудгейм. Нет. Фрэкшл. И Гост-Лиджин. Топ-10. Текущий. Все окей вроде. Да-да-да, там... Там участие только. Сейчас должно быть хорошо. Отвлекают, конечно, эти вещи. С... 62 человека. Ничего себе. Новые люди подключаются. Это странно. Допиваем кофе. Кофе опасно держать на столе. Особенно под микрофонами перед клавиатурой. Потому что микрофон перекрывает часть... Часть стакана. Иногда он попадает... Вообще не попадает в поле зрения. И ты можешь... Двинуть рукой. Именно по этому клавиатуру у меня теперь уже водонепроницаемая. Китайская водонепроницаемая клавиатура. Свежие новости. Компания Twitch сообщила, что ее стриминговую платформу заблокировали в Китае. О причинах не сообщается. Да. Ну, в Китае масса своих стрим-сервисов. И аудитория там больше, чем на Twitch. А, по трем, говорит Хавок. Ясно. Я почему-то думаю, что... Дрэнный транспортер будет... Ну, команда его на первом месте. Видимо... Видимо, провальное выступление там на... На какой-то из карт принесло вот такие вот результаты. Так, после этой каточки, скорее всего... Она начинается, кстати. Скорее всего, я надеюсь, мы поиграем с Соколиком. Немножечко. В PUBG. Нубский режим от третьего лица. Постреляем, поотдаемся. Повар, добрый вечер. Рад видеть тебя в чате. Главное, чтобы сейчас не отвалились люди. Потому что... Сейчас создаем на европейском сервере. Помните, что в прошлой квалификации тоже создавали на европейском сервере. Все было нормально. В одной катке просто минус дюжина людей. Отваливается на этапе загрузки и все. Ну, такие вещи были с самого начала. Появление кастомных матчей, когда еще... Даже они не в публичном доступе были. Когда выдавали доступ к кастом-играм только организаторам. Ну, собственно, там выборочно выдавали. Вот. И тогда проблемы были еще чаще. Сейчас вроде как... Не хочется сгладить. Просто происходят проблемы значительно реже. Но PUBG есть PUBG. Так, посмотрим. Первый круг 2, скорее всего, не будет никакой движухи. В такие моменты рождаются предложения вообще выдавать какой-то базовый лут людям. Но механика ломается сразу же. Или, например, делать быстрее круги, но увеличивать количество дропа. Чтобы процесс лутания занимал значительно меньше времени. Ну, то есть, все равно, если у вас есть какое-то ограниченное количество команд, обычно в турнирах делают это число не больше 20, чтобы и с производительностью в игре внутри было нормально. Потому что если большое количество людей прорисовывается на небольшой зоне, одно, повторюсь, дело в паблике, там, играть, когда через один круг у тебя минус 30 человек уже, там, и соточки режется. Ну, потому что люди падают в Сосновку, в Пикадо, на школу и убивают друг друга быстро. Другое дело — это турнирная игра, когда к третьему кругу, там, 4 человека погибает. Поэтому к четвертому, там, кругу, например, большая концентрация людей. И у тебя, даже если ты их не видишь, они поблизости начинают прорисовываться, и игра подлагивает. На это, собственно, с самых первых турниров участники жаловались. Именно это привело к тому, что и сами Bluehole, и организаторы стараются делать не больше 80 человек, иногда 64, в рамках одной карты. Вот. Ну, сейчас тоже самолет полетел, 20 фпс. До этого 60, все было отлично. Не знаю, с чем это связано. Ну, пойдемте куда-нибудь загрузимся как-то. Ну, это пока самолет летит, такая хрень. И... А, я начинал, собственно, о чем? Если количество команд небольшое, и все играют на классической карте, не зеленой, а вот, ну, в смысле, не на новой, не на Санкоке, или как он там называется. Просто на нем практически там матч 50 играл всего. То мест всем хватает. То есть, ты падаешь куда-то, вот, 2-3 минуты спокойно собираешь, потом сдвигаешься в зону. И никто ни с кем не встречается. Вот. Поэтому, в принципе, можно сократить время, наверное, первой зоны, путем компенсировав это большим количеством лута на... Ну, на карте, чтобы просто процесс лутания, который не требует особо скилла, ну, хотя требует определенной слаженности, если вы играете в сквадах, но обычно притереться к какому-то там месту и распределить его можно там за, не знаю, за пару-тройку, ну, пяток каток. То есть, вы распределяете маршрут, у вас вырабатывается маршрут у каждого, чтобы вы синхронно начинали, синхронно шли там по городу, например, по какому-то или по каким-то компаундам собирали и приблизительно в одно и то же время заканчивали. Там, с учетом поиска транспортных средств, это все вырабатывается на практике, на самом деле, ну, довольно скоро. Но, ну, это не требует много скиллами на процесс лутания. Давай, пора врываться на китайский рынок. На китайский рынок-то что, очень поздно врываться. Ты что, как китайский рынок? С ума сошел. Опа, сбили кого-то. Где? Где? Вот здесь вот. Ну, это была борьба за машину. Зеленые остались меньше... Нет, не зеленые. Нет, зеленые, только другие зеленые. Это как? А, вот здесь, вот эти зеленые. Нет. Только долетает человек на парашюте. Его уже подстреливают. Он долетает. Неплохо. Вроде взял, сбил там кого-то. 50-80 с 59-ти прогрузились в Гритхавок. Отлично. В Сан-Мартине скорее всего будет контакт. Да, тут многоэтажки. Их впитывать в жало достаточно, ну, дольше, чем обычные дома. Но... О, Али уже нокает Нет... Нет Кана. Это прям Али, действительно, Али, девочка. Опасная женщина, я просто... Прежде чем... Прежде чем знакомиться, надо знать вообще, что за... Что за дама. Сдвигается. 4-4. Но Сан-Мартин уже так под напряжением. Тут, конечно, в Чумачере. Чумачера. Нет, не в самом городе, просто неподалеку есть люди. Мелочь, мелочь. Там вряд ли встретятся. На севере все хорошо. Нет, тут надо Сан-Мартин смотреть, друзья. Какие текстуры классные. Пожу их. Полетели. На крыше мониторят или нет? Нет, это просто по... По дому бегают, лутают. Причем они разделились. Аронест с дронетранспортером ушли в... В центр города. Хотя вот Аронест сдвигается. А Алька у нас... Аля. Алифтина. Кажется, полное имя, да? Хорошее имя, красивое. Мониторит. Внимательно, учитывая то, что были враги, знают, что парочка там есть. И этим людям нужно что-то делать, понимаете? Им тут лута на через дорогу очень мало. И вот она периодически... Периодически смотрит, пытается понять, не перебегают ли эти барсуки через дорогу. Опа, извините. Все-все-все. Вот там карп летел. Тизерин кого-то нокает. Тизеринушка где? Блин. Пытаюсь видеть. А, вот здесь вот. Голд Би. Хорошо, тизерина. Пронумеровали. Очень близко, Аля. К врагу. Из СЛР с Х3 пытается кого-то выцелить. Это, кстати, услышало, что люди тут... Это не человек, случайно? Нет, не человек. Но было похоже. А, это человек! Выходить может. Подождите. Он очень агрессивно, конечно, действует. Его тиммейты черт знает где. А он тут... Город подлутывает. Посмотрим. Ой, рискуешь. Могли пострелять. Коттер Магистр нокнул и сразу добил Сан-Бруно. Это произошло на Грузе. Тизерин опять Голд Би. А, он добил просто. Видимо, засчитало. Так, ну, в Грузе... В Грузе Гелесьют. Пока не вижу, что по пушке. Что? Гроза. Хорошо. Гроза, конечно же. Да, и заходит... Короче, в городе продолжается вот здесь война. Гораздо более удачно команда Али и Дронитранспортера находится. Хотя вот Дронитранспортер вышел назад. То есть тут поделены 2-2, а наши стоят более кучей. Ну, как наши. Ой, грамотно. Смотрит вроде зад. И он так смотрит, как будто... Как будто что-то... Не, он не в ту сторону смотрит. Айронес перебегает. Гринка пошла. Ну? Ух ты. Очень странный гринк. О! Чуть... Чуть не упала. Прям... Прям... Прям к себе не отразилось. По Актухузу стреляет. Очень мало хп остается. Он каким-то чудом добегает. Не факт, что добежит. Не, добегает уже, дом перекрывает. Тут рашат. Сзади выходят люди. Опасный момент. Увидели. 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 Ноку и дружаню. Сзади не очень удачно нападают. Потому что... Ну, ранили. Но без, опять же, криминала. А момент упущен. По внезапности. Еще минус один. Еще минус один. У Аля. Там Альк сверху стреляет. Блин, это я. Да, и разуплотнили тему. Полностью разуплотнили. Несмотря на то, что, казалось бы, двое выходили в тыл. Четыре километра. А, вебку верните, друзья. Сейчас. Извините, пожалуйста. Что-то я про вебку забыл. Зачем вам вебку? Вот тут игра есть. Аля еще сокращение Талина. А, понятно. Так, тут дрейр под огнем. Дистанция серьезная, но там народу стреляет много. То есть потенциально трое. Ну, видимо, перекрыва... Нет, периодически попадает. Урон, видите, еще какой. Там явно автоматика, но урон то ли из-за того, что попадают по конечностям, то ли из-за того, что уже там 300 плюс метров и идет уменьшение урона. Наносится значительно меньше. Тут, кстати, тоже контакт есть. Перестреливается с компаундом Fortnite My Love, Дима Кагава и Нян Пасу. Нян Пасу 0-0. Слышит, откуда стреляет. Слышит, что это СКС, но... Да ладно, даже видит головы там, что ли, в окошечке. Так, где у нас будут еще проблемы? Возможно, здесь встретятся, потому что тут на машине сложно проехать. Да из-за того, что тут вход, скалы и ограды надо объезжать через заправку. Да, разворачивается сразу же. Могли пересечься. Мог потерять там скорость и остаться на water treatment. Foxbot, любитель пострелять, убегает от пикадовских дикарей. Там Ешка, Дэд Фокс и Муви. Голову потеряли. Да ладно. Интересно, он... Ай-яй-яй! Злые ребята. Вот не хотелось бы в пабликах с такими встречаться. То есть, садишься и сразу три пульки получаешь. Причем третья в голову. Что-то, ну, какие-то переживаешь, но потом контрольный, ты даже газануть не успел. Ну, может, и успел, но мотоцикл на месте стоит. What the fuck? По горам, кстати, люди идут. Просто как будто целенаправленно идут штурмовать. Штормовать компаунды. Или закрывать, кстати, тех, по кому они стреляли. Помните, под горой были люди. Ну, вот the fuck здесь один в компаунде, бедолага. Ну, в остальном все ровненько. Я думаю, что сейчас самая сложная ситуация будет у what the fuck, как раз. Потому что он в гордом одиночестве. И кажется, судя по тому, как он себя ведет, он не допускает, что здесь могут быть враги поблизости. А вот они, здрасте. Блин. Тиммейты сразу пытаются подойти, но отсюда же не забраться. Да, надо обходить все равно скалы. Вот сюда вот выходить. Да, и в атофаку нокают. А он пытался убежать отсюда, лол! Ты что? Он же слышал, что именно с гор стреляли. Тут такой обзор, а здесь никаких укрытий нет. Абсолютно аркадные действия. С его стороны. И покарали. Вот это непонятный был мув. То есть он повернулся правильно. Понял, откуда стреляли. Понял, что там минимум двое. Понял, что дела плохи, но... Так, релка ПЕ, там перестрелки. Вот здесь вот, смотрите. Смотрите. Два в два погон Аквилуса поднимает. Сверху у людей, с одной стороны, вижен лучше, с другой стороны, у них там укрытия нет. То есть их также можно сверху коцать. Блин, Аквилуса опять каким-то макаром умудрились, умудрились нокнуть. Еще даже не обошли, на самом деле уже обходят. Вот, вот этот товарищ самый результативный. Да, все отлично. Дэд дом умудрился обойти. С той горы пытаются как-то прикрыть своих тиммейтов. Ну, это... Опа-па-па-па-па-па-па. Охренеть. Ну, хотя нет, тут... Ну да, 300 метров. Грамотный дым. Очень грамотный. Точно кидает. Новый круг. О, Аля идет лутать дроп. Можно, кстати, посмотреть. Да, это судя по комплекции девочек. И дроп у нас... Аук. Ну, наверное, даже ценнее стандартного оружия. Ну, как стандартное Аук. Это прекрасное оружие. Но Т3, гарантированный, это... Во многом то, ради чего, собственно, люди идут на риск. Так, а здесь, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой. Штурмуют. Скалы. Слышит карп. Кажется, даже увидел человека на скалах. У нас 3-я триумф. Превентивная гренка. Даже идти не хочется. Аквилуса. Дэд дом там нокает. Нет, убил. Убил. Не нокнуло, убил. А зачем они сюда идут? Еще гренка. Мимо. Ну, там камень такой. С тыла еще с севера подъезжает еще один. И получается, в бутерброде команда муви едет. Бедолага. Приехал. Блин, ну сейчас СКС в неизвестной местности. Берет... Правильно делает эмочку. Пытается оглядеться. Стрельба под боком прям. А там штурм. Ну, Кэп, подсказываешь, надо идти на стрельбу. Тем более, там одного нокают. Добивают тут же гранатой. Кошард. Идет штурмовать. Увидел. Блин, какие же психи, а? Дружане нокнули. Еще кто-то издалека палит. Хорош. И последний. Дали инфу по последнему. Дали инфу по последнему. Должны стягиваться. И там еще серые идут. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо еще Тора поднимать. Ну, они уже поняли, что дело пахнет. Да. Муви сразу убивает. Кошарда. Три команды здесь в компаунде. Ну, остатки, конечно, есть одного. Триумф один, бедолага. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Пока перезрели. Пытались обойти друг друга. Блин. Смотрел в окно, а там был за углом. так movie наконец-то подрезали тут 121 все еще три команды живы идут мстить не поднял добивают одного ранили второго обходит с двух сторон блин он обречен он слышит все ну блин ну как же пострелял в конце плохо и самое главное что нян в это время успел свалить тот самый который сидел сидел в бетонке последний из первой команды то есть команда которая штурмовала погибла полностью значительная часть его команды погибла половина состава третьей команды которые штурмовали тоже погибли а этот товарищ чудом остался в живых под шумок просто но те могли конечно его штурмовать но у них была информация типа здесь подниму здесь бита был нокнутого поднимает нокнутого поднимает ну там же они знают как разменялись и по и все пошли два в один потому что как бы а потенциальная опасность от двоих она больше вот пошли они справились задачи в конце концов но упустили но упустили няна круг горный скорее всего будет то есть тут много самых разных горочек я не знаю куда уйдет вероятнее всего что круг будет все таки вот где-то вот в этой горе хотя нижняя часть тоже весьма вероятно идут перестрелки здесь две команды очень близко причем слышат что подъезжает противник есть гроза переходит грамотно вообще молодец переходит на шаг забирается проезжать мимо один остальные пешком слышит нет те не подозревают вообще что здесь кто-то есть судя по потому что они прошли посмотрели и двинулись дальше так кайловича тут нокнули 6 килов уже на команду опять что-то они вообще в мясо врывается нормально то есть четыре у них было в городе еще где-то успели двоих убить час продолжается перестрелка здесь тоже очень близко люди друг дружки тут ладно тут разойдутся тоже тут компаунд вообще сейчас самый козырный на данный момент поэтому вот либо здесь либо здесь но тоже тут дорога разделяет не факт что они будут форсировать и перебегать скорее это позиционная какая-то будет война взаимный обмен гренками и не более того гренками сложновато учитывая то что здание есть стенок много и все перекрывается о во 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 здесь вот они тайм выходит тут четыре человека четыре человека гренка хорош и навесиком ну есть попадает прекрасно попадает одной гранатой эти ка посмотрим так артемка пытается уползти дефендерите убивает ядрить эвремейт не готов принимать людей слева стрейфуется вроде как стреляет но не попадает его его забирают остается два в два эти перегруппироваются там же круг блин минутой он пойдет и надо вообще спускаться будет потом у 10 опасный момент тоже не здесь может быть даже они разбегутся и файнока и снова там простреливают по с горы по с разных сторон как будто подозревает дед дом что здесь есть люди выходят опасным выходят зажали в одного он тачку сейвил видимо я не знаю как он сейвил два в два дед дом и релк пе против дерейра и катор мастер у и сванга 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 неплохо очень даже неплохо сумела законтролить все таки грозу на такой дистанции то есть первые две пульки попали а потом уже потом продолжался спрей но мазали-мазали люди здесь тоже экшн речки речки живой велос лечится тут просто окружание сейчас пойдет и нужно что-то делать блин и там и тут гренка надо надо к активным действиям переходить велес подходит гренка куда а вроде хорошая да и вообще молодец все справились ну там один правда остался здесь еще дрейра с да не справился к сожалению ну почему к сожалению вот такое бывает можно быстро подлутать там гили сьют гроза продолжается война там где-то где-то закидывают гренки а тут спускались со скалы и приняли людей под подъезжается и более столько экшн я переключаюсь и сразу люди умирают тут тоже минус вот здесь встречает в окминсе вввв убил двоих это вот последний оставшийся из тимы два друга было через дорогу помните речки вот совсем недавно и и ги гипс сэдинг кока джамба едет на мотоцикле не знаю двух местный минус колесом умудряется выровнять даже мотоцикл контролировать невозможно да забей блин и с разворота так стреляет из слр капец вот это очень круто был но он умрет скорее всего но это очень круто было прикиньте то есть вы вылетите на мотоцикле у вас подбивает колесо когда вас подбивает полис колесо и вылетите этот мотоцикл резко вверх ну за вверх или вниз зависит от того какое колесо у вас убили вот и вам нужно к этому моменту до того как вы приземлились выровнять мотоцик он успевает в ровнить мотоцик секунду едет понимает что дальше он никуда не доедет без переднего колеса там поворот не работает то есть ты едешь с более низкой скоростью и вообще не рулишь а у тебя как бы дорога впереди никаких каверов дальше он останавливается и раздает просто раздает и продолжает раздавать но как мазу ай-яй-яй-яй хп нет да а что афа ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй из горы там издалека Стреляет. Блин, какие же психи они. Так, тут соло-герой. Ну как соло-герой? Он не держится, его круг сейчас нокнет. Или граната, или круг тут как бы. Не выжит никак. Пять команд остается. Дэд Фокс. Лолит Куртизанка. Это из... А, какая джамба? Нокнут, но не убит. Нокнут, но не сломлен, да? Опять в полном составе команда Дрэнни Транспортера. Ну, Олег очень молодец. Один скиллов у них уже. Было что там? Четырнадцать было у них. Десятый, кажется, в самой первой катке был. И сейчас одиннадцать. Стреляют, убивают. Очень грамотно действуют, конечно. Психи. Там интересуется по поводу участия Ахилла. Ахилл в составе команды, кажется, на финале. Если я правильно помню. Но я не уверен. Мэш точно будет в составе фарзов. А вот Ахилл, я не знаю. Опа, опа, опа. Какаджамба опять нокают. Нет. Вочфула нокают. Какаджамба лечится. Да им нужен. Сейчас их будет с горы простреливать, скорее всего. Какие же психи, а? Да. Алия убивает. Ну, очень опасная, конечно. Все, они вчетвером все еще остаются. Продолжают работать по следующим. Круг медленно, наверное, идет. Макайлович опять получает. Ну, он, кстати, самый результативный. О, сковорода. Неужели Лолитка-то опять какаджамба по этой самой... Да, спасает, смотрите. Спасает. Молодцы, держится. Держится. Такая воля к победе. Позиция у них очень хорошая. С этой горочки видно все. Конечно, местами она и простреливается. Если вот там... Вот в середине игры у них были серьезные проблемы. Им надо было... Ну, и они вынуждены были сдвинуться вот к этой скале, чтобы и справа быть прикрытыми, и от этого компаунды быть прикрытыми. Но сейчас уже на соседних скалах никого. И, соответственно... И, соответственно... Опять... Опять дронный транспортер нокает Кива. Закрывает еще других. Справа идут... Обязательно нужно закрывать. Обязательно. Да, нокает Лолиту. Груз падает. Дали инфу. Ай! Прилетело. По движениям, по реакции видно. Вот кидает тоже дым такой, чтобы мог тиммейт подлечиться. И чтобы он не стрелял, чтобы он уже прекратил бы эту аркаду. Да, есть сейчас у людей, которые находятся... Ооо, там за пределами круга, кстати, да. Там же будет из ангара выбегать. Ну, его убили. Его зона убила в первую очередь, но... Не, ну здесь... Численное превосходство просто, понимаете? Ее МДшечка и Кива, они там тоже пройдут в следующую стадию, потому что регулярно появляются в топе. Но здесь и сейчас у них колоссальные проблемы просто, потому что там угол вроде как и небольшой, градусов 30 по ним. То есть не простреливают нормально. Но ты стреляться с ними не можешь. Единственная надежда на Деддома и Риэл КПЕ. Деддом. Которые типа выйдут во фланг и помогут. Но на самом деле Кива обречен. Просто обречен. То есть он никаким макаром эту дорогу уже не преодолеет. А, тут Ешка еще с Дэдфоксом успели через дорогу пройти. Очень высокая концентрация. 50 метров осталось здесь до... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Переходит на шаг. Грамот. Слышит. Тихо-тихо-тихо. Не топай! Ну зачем? Твою мать. Меняет позицию. Услышал стрельбу близко. Зачем ты побежал? Подставляет сейчас фланг другой команде. И оказывается, сами того не зная в бутерброде. Хотя Дэдфокс тут сзади выходит. Может быть он увидит. А, там прям ползуны. Но ползуны-то не шумят. Так. Минус один и ног. Да и все. Что, остался Кива. И двое там. Все. Кива, бедолага. Он думает, как ему тут продержаться еще немножко. Зона его убивает. И остается 4 в 2. 5 киллсов Аука. Прекрасная стрельба. Мкаилович в очередной раз. Закидывает гранатами. Еще одного убивает. Очень хорошо стреляет. 7 киллсов. 17 киллсов у этой команды. 17. Это одни из тех, за кого, за кем я буду пристально следить в следующей фазе. Это не угроза. Это классно отыграли товарищи. То есть, реально, 3 раза из 4 у них топ-1. И огромное количество фрагов. И, как ни посмотришь, они очень грамотно действуют именно сообща. То есть, и точно стреляют. Вовремя дают инфу. Помогают. Поднимают. Прикрывают. Очень хорошо играют. То есть, это... Это команда текущего отборочного тура четвертого. То есть, запоминающиеся. Айронест. Аля и Алаэгг. Дрань-транспортер. Мкаилович. Прекрасно. Что ж, друзья. Я запись останавливаю. Вернусь к вам через 3 минутки. Задержку выключу и пообщаемся в прямом эфире. Всего хорошего. А, еще 3 минуты я буду из-за задержки говорить. Точно. Поехали. Энкор говорит, очень интересно стрелять без отдачи. Это опс-мод. Энкор. Это опс-мод. Такой клевый. Может быть, мы дождемся того момента, когда Bluehole сделает нормальный. Привет, Скоттикс. Опс-мод? Вряд ли, конечно. Чатику большой привет. Ой, как же приятно. В игре вот, когда опсишь, почему-то FPS все равно просаживаются. Не знаю, почему. Вот, когда играешь вообще. Халява. 120. Прекрасно. Иракес говорит, что Челлики, которые имеют КД 2-3 и при этом не могут выиграть паблики, на Эзе вытаскивают Тури Челлика в среднем уровне, хоть и играет паблики на 1600 рейтинге, говорит Иракес. Командная игра, наверное, Иракес. Иракес, мы за тебя болели. Ничего не знаю. И вот про 1700 рейтинга было сейчас обидно. Сейчас 20 числа вроде как выкатывают всякие лиги. Я грешным делом подумал, а может быть куда-нибудь там в Грэндмастер челлендж сделать? Соколь будет? Я очень надеюсь, что Соколик придет. Как же без проскладных историй. Да, кстати, задержки в чате нет. Наконец-то можно будет нормально почитать. Да, и рейтинг в паблике тоже не самая показательная штука. Может быть они просто последний месяц в кастомки играли. Оттачивали. Мне кажется, это и сломанная игра. 70 человек. Я уже второй круг нарезаю по скале. Фир, о чем что-то? Да, кстати, действует и обратная логика и ракет, что многие товарищи, которые на пабликах разуплотняют... Ну, вспомните первые выступления, например, Ламыча с Виноградом. То есть вообще там не шла у них игра. То так умрут, то так умрут. При этом как бы паблики один против четверых вообще изи. Или заканчивали стандартные с 10-15 плюс фрагов. Это нормальная ситуация. Видимо, тип игры очень сильно отличается. Надо перезапустить лобби, видимо. Потому что кнопка начать неактивна. Но все равно я их не обвиняю, просто странно. Ну ты так с предъявой, на самом деле, говоришь, типа, что-то, что-то. Да, Натас, я сочувствую, конечно. Поехали. Паблики очень-очень сильно отличаются от вот этих вот турниров. С первого же турнира, который вот проходил, эта разница бросилась в глаза. По стилю игры, конечно, это небо и земля. Во-первых, все базово, как минимум базово умеют стрелять. То есть ты не встречишь на турнире человека, который лежит. Не, ладно, который лежит, ты можешь его встретить. Но он тоже грамотно лежит. То есть в пабликах, особенно после обнуления рейтинга, вы же помните, какие могут встретиться кадры, которые там через поле бегают, не используют машины, которые могут просто прибежать пешком к тебе там в дом. Или сидеть, в принципе, в доме абсолютно непопулярном, в котором там и делать-то, в общем-то, нечего. Или не понимать, откуда происходит стрельба. Или ложиться, когда по нему стреляет, хотя он находится в месте, где ложиться вообще нельзя. Потому что он, ну, его видно в любом случае. Ну, короче, вот все вот эти вот темы, которые новички в игре, эти проблемы, эти ошибки они допускают. Таких людей на турнирах нет. То есть на турниры уже идут более-менее такие опытные товарищи, которые наиграли, которые хотят себя проверить дальше, которые хотят дополнительных челленджеров. Опять 42 человека и дальше не идет. Вы что, издеваетесь, что ли? Что с игрой-то? Что-то меняет сервак. Так, 41, 39. Да идите к черту. Привет, измена. Добрый вечер. Хэнки, здравствуй. Нет желания покомментировать игру хэппи против фоги? Нет. Нет. Но спасибо за предложение. Сегодня мы доиграем по PUBG на стриме, а в воскресенье я постараюсь успеть на финал Русбрэнкапа. Еще русский сервер почему-то исчез. Странно это все. Может быть патч какой-то? 20-го должен был выйти патч. Может накатили как раз? Блин, подбора вообще никакой. Так, давайте я реальную игру закрою, проверим обновление сначала. Это знак пара в готик. Да ладно, бросьте, какая готика. При обновлении PUBG возникла ошибка. А, сейчас. Да нет, апдейтов никаких. Ничего не качает. Просто игра не очень. Стоп. Он не хочет ее запускать. Ладно, наливаем из стима. В стиме. В стиме же есть фишка, что если делаешь скриншот из игры, то на страничке, где эту игру ты запускаешь в стиме, у тебя скриншот отображается. А учитывая то, что мы скрины, помните, делали, когда не было второго места под апсов в игре. Ну, я этим занимался, потому что единственным апсом был в игре. И вот. И отправлял, соответственно, потом судье. У меня до сих пор висит скрин, в котором там блинкдаггер 3-2-2, еще один 3-2-2-шник на первом месте. А в новой не было, да. Как насчет поиграть в цивилизацию? В первую? В первую можно. Но вряд ли. GoX в чем? Вот это тема. Если ты про этот турик, тяжело сказать про турик, а на про сцене могут встретиться чит. Тоже доказательство Moon, хоть и был обнаружен на обычном паблике. Moon. Окей, ладно. О, вроде как нормально. 80 плюс, и количество людей увеличивается, и обратный отчет пошел. Ну, слава тебе, господи. Все, забили. Забили соточкой почти что. Там было 100, потом 99-98 людей. Мистер Скин не планирую. Я после Фростпанка, который завершился вчера, пока еще следующую игру не выбрал. Есть у нас все еще хвосты по консолям. Ну, банально, God of War, например, да, или Detroit. Become Human. Все эти игры есть, консоль есть. Карта захвата есть. Как-то не зацепила она. Гоу первую целую лону, она же огонь вообще была. Ты же молодой, Фоллан. Ты же первую целую не достал. Не застал. Ну, конечно, мне больше по нраву они лучше заходят и в плане погружения в игру, и в плане для зрителей. Шутеры это не мое, естественно. Мне больше заходят какие-нибудь тактические игры. Слон не контрится. Слон-то да. Блин, опять он пропал, а? Возвращался ты месяц-полтора назад и снова пропал. Лоу застал, говорит Фоллан. Пф, лоу. Ты родился в тот год, когда цивилизация вышла. Нет, у нас как-то синхронно. Привычка скорее. Блин, у меня тут один упырь есть. Два упыря. Короче, я пожалую на дачу. Потому что, во-первых, здесь одно транспортное средство всего лишь. Ага, один на те дома. Окей. Нет, там еще баги было слева. Короче, ждем пострелушек вот в этих домах. Лутаем домики Локи, смотрим назад. В первую очередь. И помним, что впереди один человек на 110. Через дачу. Джекет Альянс играл, но... На стрим попробовали первую часть пройти, а она как-то не зашла. Не... А во вторую я очень мало играл в свое время. У-у-у. Сразу добрый день. Пара эмочек. Одна на рейндж, другая. На ближний. Я вангую в течение минуты стрельбу. На С. Как говорится, скринть. О! Здрасте. Это С и стрельба на С. Блин, вот уже не хочется шуметь. Ну, я, пожалуй, возьму машинку, поеду. Ему еще понадобится приличное время, чтобы... Чтобы долутать. Впереди... Да, вот как мне этот бесит, именно вот этот вот забор? Он вроде валяется, а вроде не пробивается, как обычный. Ну, то есть, выглядит так же, а... Это другой... Это совсем другой забор. Нерушимый. Броня нужна, и базовый прицел нужен. Это как бы... Лучше, конечно, не палиться дверями, потому что человек... Может в мою сторону просто идти. Так, вторая каска, первый жилет. Уже нормальным. Самая палевая, конечно, это вот эта вот дверь. Ее лучше внутрь, по крайней мере. Если держать и открыть, это только внутрь. Потому что она очень сильно светится со стороны... Оуу, здрасте, x4. Блин, вот сейчас хочется уже, конечно, подмониторить человека с этих... С домов. Он может на баги уйти? Ладно, давайте я в соседний лучший дом. Потому что вроде как у него... Ну, есть время, точнее, у меня есть время, чтобы этот дом тоже подлутать. По-хорошему, конечно, нужно периодически осматриваться и... Оглядываться. Потому что он может бежать. И мы что-то не наблюдаем. И там еще один. Он мог на стрельбу тоже остановиться и... Так, круг не рыбабельный. Я не вижу этого упыря. Он мог из-за зелени побежать в сторону баги. А вот у меня тут человек уже... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... блин а может он светошум да 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 второй там ну куда летят он ведь один на балконе вижу его или под ним уже зачем тогда он стрелял кидал светошум до 1 уже 1 уже на в доме на первом этаже спрыгивает блин мне vision нет сейчас либо там должна начаться блин да как так то вот как они до сих пор не пересеклись а вон он убежал туда даже ладно допустим узнает куда бежать и там 2 и на зачем тогда светошум кидал туда вижу на право уходит как я ненавижу круче нафиг возвращаемся к транспортному средству но это очень странно то есть дым светошум туда без жертв причем там в киллоге было только сэмки убили но это не в то время и не в этом месте короче я не убил и и время потерял вот у меня весьма базовый блин сейчас придется сваливать я могу постреляться на средней дистанции на средний дальний x4 а вот блин так а ты откуда все обитые блин твои налево и гренка пошла зачем я лечусь сейчас мне гренка убьют светошум кей хорошо сначала подлечусь вот если это тот же самый какого хрена он вернулся куда он убегал где второй столько вопросов блин не мог же он просто кидать грин нет он мог кидать гренки не видя что тут уже свалил вполне вероятное событие или он его просто убил а я не заметил где это произошло так ладно тактическая две гранаты странно что он не стрелял не кидал гренку подсчетчику бинты могут пригодиться поехали меня все еще беспокоит где второй хорошо надо дачу поменять волкин дэд горит что за бред согласен что за светошумовые куда где второй баги не буду брать ну очень бредовая штука конечно ситуация получилась ой давай-ка торресп уазик крытые полностью заправленный но почти самое главное полностью целый ладно поехали куда нибудь сейчас папа ситуации м очка обвешенные неплохо в голову главное взяли надульника нет никакого не компенсы не ладно не будем брать самый главный уазик да уазик еще мотоцикл блин с соблазняют мотиками открытым но здесь мы пролетали собственно там тоже открытым баги стоит не респ это не в кругу может быть он машину заменил может быть он потом бы выходил на этот так а куда можно то куда угодно можно на самом деле можно сейчас кстати попробовать порыбачить то есть приехать в опасное место на мост опасный потому что здесь летел самолет и рыбаки поедут и скорее всего кто-то уже там сидит может это границ с кругом вполне вероятно крайне не рекомендуется сюда приезжать хотя закрыто заправка по крайней мере закрыт едет уже едет это карась блин я не успею к нему преследую карася преследуем кажется он сам не прочь о он врезался до врезался да ладно ах ты сучок а я думал он решит займ в замеситься так но на горочку там тоже скорость потерял видимо так направо остановился он а он лежит это не он вообще и другой хорошо блин тут еще один был прикиньте еще с домов могут меня пострелять это жирный карась должен быть вот именно этот потому что он сосновки выезжал что вообще не очень ну ладно третий жилет за это спасибо ему конечно с крыльку конечно нужно было брать такое вот у нас карась блин беру скс извините а потому что что x8 а мини извините у меня все равно лучше блин не надо конечно брать перезаряжать мини вышитель дмр смр extended ну ладно поехали к тебе лазерный прицел да я его не не пробовал то есть я оставил его но как-то говорят он от бедра уменьшает отдачу но и помогает чисто визуально прицеливаться но но как-то его ставил а потом все равно пушку менял он другую так получалось редко в общем беру сейчас по демочку можно было конечно поставить чисто проверить лучше проверять в тренировочном режиме но из мне просто повезло просто дважды повезло и все на имп с каралинером заходят открыто кстати здесь тоже так под щечку ладно лесом пофиг справа выстрел был одиночный блин куда мне шесть дымов то ел прст думает что-то мне не помещается уже ни черта 6 дымов михаил он вижу две машины ой там замес сейчас будет они встречаются ухты хорошо там 2 остановился в чем проблема точно остановился компенсина взять последний ой но этого ух у вернулась вижу чуть-чуть неплохая позиция там еще один я только сейчас баги увидел твою мать хреневшие поэтому я говорил что плохая позиция там я сзади вообще не контролируем да я хоть и мельтешил но на скара попал ладно пора уже переходить на фпп зачем мне нравится играть на нубском режиме от третьего лица скара словил да но я первую гранату зафейлил видите если я попал еще гренку сразу же к тому дилай был очень хороший то есть он бы не успел из той из того помещения выбежать не мне не пришлось бы подставляться подлево там уже суматоха было все я вижу красное здание вижу баги стоит понимаю что капец там еще один человек начинает стрельба и из-за того что но хотя и не пережил бы все равно выстрел из кара вторая каска все таки вуджин да 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 тут такие по сравнению с тем что было в самом начале в игре тут конечно люди уже играют лучше ну в среднем уровень подрос просто практика появилась то есть я реально сидел мансил то есть вот так вот делал лечился мансил ну как обычно чё мы вот очень часто вот так сидим и мансим вот но все равно прилетело в голову что ж по делу бывает без сокола конечно совсем не туда не хватает этой прохлады у меня кондей включен на 24 казалось бы должно помогать но нет нет не помогает ладно давайте сейчас аркаденко нагруз прошлой катка такая была очень странная хоть и не нулевая по пакелам но начало было мега смазанным поехали на побед добрый вечер кинг на победку какая там победка то что шама 2 горит нам всем нужно прохлана конечно фолан фолан так что у нас по тачкам вижу дачу вижу мотик с моей стороны дачи красный есть но я бы подрезал на самом деле баги потому что до нее банально быстро ближе а у этого в гараже нифига нет мы в принципе можем тогда встретить вот этого упыря с соколиных домов но это опции потому что ему нужно будет выходить на мотоцикл и для этого необходимо будет преодолеть расстояние до дороги это может быть сложным ну посмотрим у него компаунд лутается дольше с одной стороны но мне что да нужно а я все равно туда поеду на на баги эффекта неожиданности если только сбить по дороге это совсем какая-то какой-то план странный не верю я в то что он реализуем нормально да и не сказать что по оружию мне все хорошо с юмпа это только ой кружание опять не порыбачить ладно возьму вот этого домик маленький несчастный несчастный тут как рассказ очка первая ну так база если бы еще реддот и в последнем туалете просто замызганным обшарпанным выпадает реддот спасибо игра почти фулгрейт юмпа на верочку план капкан заметить бы его еще да я сзади простреливаюсь это понятно я надеюсь что он был достаточно внимательным что заметил мотоцикл когда падал а вон он выходит смотри мотик блин какой же коварный капец это называется соушил инжиниринг увы с кс компенс на п п п п е 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 На груз надо, да? И парень сейчас убегает из дома и сам под колеса. Ну, почти, говорит. Да нет, все было как раз согласно плану. То есть, что для этого нужно? Мы видим, что он падает на дома. Мы убеждаемся в том, что внутри у него не появилось тачки. Мы убираем у него одну из двух машин. Освобождаемся чуть раньше, чем он, чтобы занять более выгодную позицию. Аккуратно еще сбрасываем, чтобы он подумал, что я уехал. Ну, так, на дурачка проверка. Все, и надеемся. Мы просто надеемся на то, что он, когда приземлялся, увидел, что есть мотоцикл, есть баги. Ну, ладно, баги забрали, значит, я выйду на мотик. Он выходит, ты его как последний нуб от третьего лица мониторишь. Как только он поворачивается и боковым зрением тебя не видит, спокойно выходишь, прицеливаешься и убиваешь. Просто элементарщина, элементарщина. Даже самому противно, если честно. Так, у нас редзона. Я мог пропустить самолет. А вот он, самолет. Серьезно? Товарищ, вы чего? Капец. Может еще выкинуть? Уже нет. Но груз где-то выкинул раньше. Скорее всего, в районе острова. Ну, очень жаль О, человек Я типа подбегаю, буду Эээээээ Нет, нет, нет Блин, какой ты псих-то, ненормальный Давай аптеку попробуем схавать А у тебя нет аптек Дурак Винтуемся Я думал, что он, типа, сделает вид... То есть, я сделал вид, что я его не заметил просто. Вот, я думал, сейчас он к углу подбежит просто. Типа, я же приехал лутать. Все, он подумает, сейчас я подойду аккуратно. Не буду стрелять, пока он там припарковывается, потому что не факт, что попадем. А на неожиданности, как выйдет, мы из-за угла будем его мониторить. Но человек оказался простым и опасным. Блин, да что ж ты будешь делать? Ладно, x4 хорошо, энергетоз хорошо. Скорелечка. Меняю, пожалуй. Патроны есть. Extended, red dot, окей. Там было первое броня, насколько я помню, налево здесь. Ну, бегать в т1, это вредно для здоровья. На 9 можно хилиться без... Да, понимаю. Мне об этом говорили где-то еще год назад. об этой фишке игры. О хаткеях. Ну, я же не киберкотлета какая-то, понимаете? Простой бобер. Открыт. Я искал движение какого-нибудь, может быть, там проявился кто-нибудь. А давайте-ка попробуем через... О, хочу вазик. Я думаю, что круг будет на той стороне. Что-то у меня чуйка такая. Не, может быть и нет, но кажется, да. Блин, и ни одной аптеки. Я на самом деле вообще не боевой. Только на дистанции можно поработать, так что было время и полечиться. И СКС как бы есть, X4. Блин, мне кажется, там рыбаков уже на этом мосту. Трендец. Давайте лучше дождемся круга. Я более чем уверен, что меня там ждут просто. Просто не хочется быть очередным карасиком, которого тут... Любой. Кому заблагорассудится, снять может. Не, я должен просто увидеть круг и потом принять решение, мы проезжаем или не проезжаем. То есть он с высокой вероятностью определится. О, едет. Еще один лазик, ну. Ай, ты ебрысоты. Самолет еще. Так, подожди, я не поеду тогда пока. Может груз еще. Там его нет, значит слева может выкинуть. Хотя, блин, там он мог быть, просто я его не видел. Впереди его точно нет. Блин, я пропустил карася, который потенциально уже мог стать рыбаком. Понимаете, насколько сложная игра. Тут, возможно, такие метаморфозы быстрые. Чуть-чуть. Да я хотел его подрезать. Сейчас заезжать на мост смысла особого нет. Ой. Да, ты турич пропустил уже, Ромео. Не знаю, как ты мог. Меня смущает то, что я Т1, ну, бас. Ой, что это я беру. Просто Т1. Аптек нет. Будущее под вопросом. Хотя я, как бы, планировал быть в Т3 уже. Ну, либо мертвым, либо в Т3. Ерит еще один. Ага. Тоже мост. Давайте за ним увяжемся просто. Вон он на баге. Остановился. Вышел. Красавчик. Ну, хорошо. Я твой баги вертел тогда. Позицию бы выбрать. Такую, чтобы... Ага, вот он. Меня здесь нет. Я ушел. Я ушел. Меня здесь нет. Я на берегу. Я на берегу. Ой, дурак. А зачем ты так делаешь? Хорошо. Нарандомил по голове. Но это было очень плохо. Это было прям отвратительно, я бы так сказал. Ну, что, Вазик, ты как там, живой? Окружание сейчас обновится. Уху. Сосновочка. Кайф. Я не хочу по мосту ехать. Я лучше лишу людей лодки одной из... Из-за одного у нас будет возможность проверить мост. Правда, лодка эта простреливается. Она очень близко к мосту. Да, пожалуйста. Есть рыбак на той стороне. Не, на середине даже. Ах ты чудил, а. Куда ты стреляешь? Так, надо только дропнуться аккуратно, потому что... Ой. Блин, сейчас мне прилететь может, конечно. Побежал, побежал. Манси. Да, он в середине. Надо его закрыть. Надо сейчас его прорубачить. Но я сделаю вид, что сейчас... О-о-о. Проезжает кто-то. Проехал. Останавливаться будем? Проехал спокойно. Промазал вообще все. И зажим не попал, и с карой не попал. Ну, бас. Кажется, остановился на 190. Не, ну рыбалка это наше все. О-о-о. Смолет. Нет, тут и машинка есть. И летит он на меня. Ладно, давайте сначала рыбалка подождет. Попробуем взять груз. Давай, родной, не томи. Я знаю, что не... Вот. О, это что, сосновочка? Нет, это горочка. Шансы весьма неплохие груз полутать. Ну, естественно, тут будут конкуренты. Мне нужно приехать первым, одеться и готовиться к зажиму. Блин, сейчас аркада, конечно, будет. Ни хрена не вижу. Едет. Сзади. Давай, 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 родной. Специально отошел от машины своей, чтобы он смотрел в первую очередь туда. Потому что машина эта... Блин. Ну, ладно. Какой он жирный. Какой он жирный, капец. Капец, какой я жирный. Просто энергетоз, фуллбуст, давай. А вон бежит человек сорок. В открытку просто. Охренеть, люди пошли. Выше. Черт. Я не думал, что он оценит правильную дистанцию. Да. Ладно, поехали. Хотя это мега-отвратительная аркада. Потому что... У меня как раз... Опа, еще сзади один. Не понял от... Не понял откуда. Я правильно вообще уши надел? Что-то мне... Да, это из дома. Из какого-то из домов. Так, вообще, учитывая то, что я чубакиран. Чубакиран. Мне бы не шуметь, а в кусте лежать каком-нибудь. В X8 улыбаться. А я прям тут в открытую наглею. Сто лет не играл в PUBG, конечно. Все столько криво. Тут еще мы простреливаемся сзади. Теперь этот компаунд добавили. Уже и к мосту нормально не выйдешь. Ну вот и все. Люди на рыбалке того. А вон бежит человек 285. С горы. А мотоцикл, скорее всего, будет. Вон он. Очень странный. Красиво. Голова, туловище. Да, я вижу на мосту. Блин, не хочется, конечно. Долго стоять на одном месте. Мне кажется, что, во-первых, еще с горы могут прийти. Вот стой. Ну, как бы там же на лодочках передислоцировались. Мост есть. Но опасаюсь долго стоять. И стрелять на одном месте. Честно вам скажу. 40 секунд. Похоже на центральном кавере. Человек уже ушатал. Либо он, в принципе, не встает уже. А нет, встает. А, проезжает уже кто-то. Да, эрит багим. Не стоило так делать. Уехал. Сейчас с центрального кавера должен человек приниматься. На него вазик дымится. А окружание уже идет. Что он будет делать? Едет на даче. Блин, ну это отвратительно, конечно. Останавливается. Возможно, он падение умер. Там была запись в логе, что он умер от падения. Но скорость была очень низкая. Я вот не знаю, куда мне сейчас. Потому что я сейчас затригерю. Скорее всего, попробуем просто проехать спокойно. Ну, то есть, как-то выжить. Несмотря на то, что сосновка, типа, место опасное. Но я думаю, сейчас там менее опасно, чем... Нет, блин. Я тут не проеду. Я думал, объехать ее, но уже не успеваем. Да, пожалуйста. Еще один чувак. Блин, да вы издеваетесь! Жми, чебака, жми. Куда доехать? Куда, куда? Куда-нибудь сюда. Нет, плохо вообще. Давай, кинь скалы. Вот сюда вот. Нет, там тоже плохо, блин. Что по... Давай в этот бункер. Крайний. Я могу не доехать просто до нужного места. Бункер, кажется, бутафорский, но, типа, наверх-то можно. Не, не бутафорский. И внутри никого. Хорошо. Попробуем перекантоваться. Мотоцикл мимо. Я его не вижу. Он невидимый. Вижу баги. Хочу сюда забраться. Вижу на кусты. Груз падает. Баги остановился наверху. Нет, дальше едет. Мне вообще зад нужно смотреть. В первую очередь, блин. Вот этот вот зад. Угу. Ни в коем случае не останавливаться. Я вполне вероятно уже у кого-то на мушке. Баги там респ. В том бункере. Огружение идет. Боюсь, а гор сзади. Еще меня больше беспокоят люди, бегущие с Сосновки. Не едущие, а именно бегущие. Бункер следующий. И гора следующая. Огружение закрывает. 150 была стрельба, еще помним. Значительно хуже стало видно за кругом. Вон вижу, бежит с Сосновки. Ох, хороший выстрел. Плохо видно. Новый круг не очень. За пределами зоны умерло. 12 человек остается. Понятно, 350. Я бы занял горочку, типа. Вот отсюда вот бы двигался от границы, пытался. А вон вижу один товарищ, 110. Лег, хороший. О! Случайно. Намазал, конечно, миллион раз. Ну, туда смысла нет идти. Можно позакрывать. Сейчас будет бежать слева направо с горы. А потом, типа, сесть в машину и попробовать ее ехать. Аркада дешевая. Или забейте, поехать сразу. Да. Не, надо идти. Тем более, я тут еще какое-то время потрачу на то, чтобы... Ух ты! Как же больно кусается. Чтобы машину развернуть. И не факт, что я там сразу доеду. До круга. Правильно ведь? Правильно, кружание пошел. Здесь главное не про это самое, не про ядрить. Норм. Дальше у меня, скорее всего, впереди минимум один человек ждет. Вот так. Я бы ждал. Закрывал бы это безобразие все. Вазик, давай, не подводи. Давай, я знаю, ты можешь горизонтально заехать. Не может. Блин, ну что ты... С машиной-то делаешь? Ладно, бог с ней. Ну, тут пешком уже хг-шки впереди. Можно, конечно, было обойти справа. И пострулякать. Но тем с горы тоже нужно будет спускаться. И у меня хорошая будет позиция, если... Мне кажется, что у меня слева есть человек. И он меня мониторит. Потому что там оттуда должны были приходить. А я столько, столько жужжал тут. Что-то меня должны были увидеть уже. Да, вон он. Вижу камень. Он мне пока не угрожает. Ну, то есть... Опа, да ладно. Так, сокращаем. Он пока занят. Сокращает он под этот. Зелень меня отверху пока прикрывает. Ну, блин, тут еще могут быть люди. Пять человек живых. Один. Точно, да? На скале два. Внутри может быть еще кто-то. Вижу одного. Ну, поэтому по заборчику идет. По нему работают. Из бетонки. Милем. Надо в следующих эгэшку нырять. К сожалению, сейчас по мне могут стрелять. Сверху может быть человек. Да, должен быть один сверху человек. Один прямо получается. Больше всего боюсь, что прилетит справа. А вон он, кажется. Ох, АВМ. Ну, я, скорее всего, тоже попал. Но у него третья каска. Да. Я думал, что у меня есть шанс. То есть у меня фулл хп, фулл буст, третья каска. Но АВМ не прощает. Да. Ну, вот представляете, ему вот какая жопа сейчас будет. Он должен спускаться с этой штуки. Вот зря я, наверное, зря начал. Ну, хотя надо было просто высунуться, оценить ситуацию. Почти победка. Ну, это хорошо было. Там 6 или 7 киллов. Там топ-5 где-то. Потому что мы с вами поаркадили, на груз поездили, порыбачили немножечко. Как сказал бы Сокол, один патрон, один выстрел. Один выстрел, одна пуля. В оригинале типа one shot, one kill. То есть один выстрел, один труп. Но трудности перевода с немецкого на русский привели как раз к появлению пословицы один выстрел, одна пуля. Вот. Что, собственно, логично, с этим не поспорить. Это вот как раз он залутал дроп, который падал. Там АВН была. Ладно. Бывает. Бывает. Ну, так да. Так нормально. Постреляли. Поездили. Позакрывали людей. Хорошо. С этим на грузе тоже получилось хорошо. То есть приезжаешь, оставляешь машину, видишь, что груз не там, и слышишь, машина едет. Что ты должен делать? Правильно менять, убегать, короче, от своей машины в сторону груза. Ну, как-то так. Угол делать. Чтобы человек, когда приехал грузом, он, естественно, заметит при подъезде машину, и будет в первую очередь смотреть на нее. Ну, держать в поле зрения машину, потому что ты оттуда должен. Ну, груз и машина. То есть он мониторит, подбегает к грузу и смотрит на машину. И к тебе, оказывается, а ты между, получается. Точнее, не между, а за. Где сокол кэшеркает? Я вот не знаю, где-то ходит. Неужели у него на пятницу вечер есть более важные планы, чем поиграть в PUBG? Лежит на горе с АВМ. Тот, кстати, сидел, тот не лежал. Ну, да. Вообще, пикаться надо все-таки. Тык-тык-тык-тык. Раз, выстрел назад. Я, конечно, там долго целился. Привет, обида. Категорически не согрались своим анализом квали. Номер один. Свинидло. Инфа соточка. Свинидло, да. Свинидло. Тоже удивил. Привет, обида. Вижу андроид у тебя на этом. Посмотрели только сегодня статистику по андроиду. И по iOS тоже. Там везде рост. Все чаще и чаще вы пользуетесь мобильными телефонами. Несмотря на то, что вы уже старые и школьники чаще заходят с мобилок, чем вы, вы все равно часто пользуетесь. Так, вижу джип. У меня есть... Ой, ёппер СТ! Нет! Дай пушку. Пушку дай. Пушку дай. Твою налево. Ну, спасибо. Не, ну я плохо выпрыгнул просто. Я плохо выпрыгнул. Он упал на крышу. Ну как? Как плохо выпрыгнул? Ну ладно, он чуть быстрее. Но у меня ни в пристройке ни хрена. Ни на первом этаже ни хрена. Сковорода. С бронежилет. Ааааа. Так, вы наконец сделали приложение для телефонов на iOS? Да, наконец сделали. Давно уже для телефонов. Недавно iPad'овская сильно обновили. Универсальный как раз делали для того и другого. Как на андроите, короче. Телефон как раз редко спаншует или через смарт-бокс на телеке там андроид. В, О, мухомор. Мистер мухомор, извините тойдор я думаю что завтра мы не старым и опытный готики сегодня будет конечно сейчас паб g да и возьмем первое место и сразу готика а что-то матрешка говорит говорил вчера поставил на ipad приложение горит хэнки удобно и главное красиво оформлен да там дизайн тоже поменялся перерисовывал apple работает прекрасно кстати это хорошо да и количество краши там очень сильно старая часто вылетала потому что мы его не саппортили а в новом там прям по графику бамс вот там типа что-то вроде 40 или 50 крашей в неделю это вообще копьем фиры говорит очень неудобное приложение пробовалась вендроида открыть три иконки посередине кранах и за как их убрать три иконки посреди экрана фиры что-то несешь испан спрашивает android вы принимает приложу без понятия скорее всего нет под под android вы мы не делали хотя вот товарищ говорит что нет не видел полетели все загрузом друзья загрузом хватит хватит терпеть понеслась новое метро стримить будешь а какой ой я сайт открывал горит фира такой лопух короче забей но у меня нет слов просто фир мне нет слов три иконки у него по центру не хз как убрать а какие там иконки там иконка слоу пока да там никнейм твой хэнки играет кстати на айпаде была бы удобная фишка нажимаешь два раз цена экран быстро заворачивать трансляцию полный экран передает разработчику то есть слева сообщить о проблеме баги и сформируй предложение потому что у нас разраб на постоянку по ios и апдейты там выходит очень часто ладно я тебе тут подписочку задавших на хрена спасибо большое за поддержку особенно за гг плюс потому что это это напрямую сайт поддерживает и полностью мы разрабатываем 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 мика переподписан 2 михагош как сказала вы понти хагош более понти конечно неподражаемо так ладно дробовик и мини есть разработку андроиды есть конечно сейчас готовят как раз список того что необходимо сделать андрей виноградов наш замечательный разработчик поэтому если у вас есть какие-то пожелания по андроиду тоже через форму пожеланий скидывайте все не афи трабл в исходном буфере частым мегабит торрент выключен с пб ростелеком ростелеком стык ростелеком и мгтс по вечерам перегружается к сожалению эта проблема известная но мы со своей стороны сделать не можем мантич лоббирует интересы со стороны мгтс ну собственно все надеемся верим что состоится обновление оборудование на этом стыке попробуй если у тебя есть временно другой провайдер так временно чисто переключиться зайди например с телефона и посмотри что на на исходном может перестать лагайтесь конечно не ростелеком тоже на телеке нос ноутбук на том же это какая-то магия уже у нас тем временем x8 scs правда в остальном весьма все посредственно то есть шапки нет в частности а арки нет тоже не очень хорошо я еще не посмотрел что нас тут рядышком по транспортным средствам ё-моё ну последний шанс и джип есть врум 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 розовенькая с крюком понти часто становится героем разных клипов иногда из-за опять неловко отпущенный такой полупошлой фразы иногда из-за триггер да триггер беги давай эй слышь не тыки мне палкой ух ты на кладбище там зарубы нет даже ближе городом зацени на умерш после того как я начал смотреть гг не только дома на работе шерсть шерстью моих студентов стала мягкой шелковистой шерсть готов учишь понимаю коту вышка не нужна пробуем проехать и я без шляпы как бы меня любой рандомщик снимет о самолет его по рс-т главная проблема заключается в том что хрена с 2 я на такой машинке туда вовремя доеду поэтому несмотря на то что самый вообще-то груз вот вообще-то вот здесь вот я видимо должен или на проселочную съехать а давай попробуем все таки джип джип не кадиллак джип может доехать я правда не на проселочную здесь по крайней мере не такие холмики серьезные метку я поставил кажется чуть правее чем нужно мимо ватер трэд мы-то проезжаем там скорее всего кто-то есть пробуем пролететь слышу слева мотик вот груз нет сейчас раздавит он справа нет 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 зацепился загруз вон он со скалы и пулич давай смелее мой юный друг правда как будто гранату пошел кидать уже пес он справа смотрит уже что-то ой странная граната ага ой извините грамотно конечно сучок ладно пробуем попал он чё только с каром что ли ах ты сучок да как ладно извините нормально две аптеки 3 броня было пес воды мы берем третья броня надеюсь за нами больше никто тут не подсматривал не но он хитрый вообще я выцеливал он из-под 3 выглянул в касочку чуть не попал но странно что он с юмпы не стал зажимать аскара пытался попасть когда я шел на него куда еду блин вот куда там же нет круга михаил давай по дорожке выруливай назад мы летели кстати где-то вот здесь вот как раз да тут могут быть людям вижу слева едет джип ай-ай друг потерял скорость ладно я на хвосте у него ты в red zone едешь одумайся глупец взорвешься взорвешься нет блин сам ладно на мужика поехали терялась виду а он направо свернул более ну ты псих вместе умрем ой там рядом взорвалось с ним бензин еще жжет мы вот что меня не видел что ли да ладно еще кто-то проехал просто он приехал припарковался абсолютно спокойно я за ним ехал полчаса блин полчаса понимаете полчаса ехал за ним чтобы он вот приехал спокойно припарковал свою тачку и пошел лутать что я не знаю как откуда появляются такие люди так проезжал кто-то сигналил пес я думаю что до ангара он доехал и остановился ну аркадий сыр сыр ну я его ранил я понимал что я слышал где он я понимал что он не успел никаким макаром подлечиться я просто и просто лез на него и все ну то есть у меня т-3 у него там первая каска мелькает он раненый после двух-трех пуль пулемета естественно я хочу его добить естественно сейчас куда я еду не понимаю ой тут еще все лутано ой ой ё-моё вот сейчас да сейчас аркадий сейчас согласен без инфы абсолютно езжу еще машину коцы и себя коцы всех коцы музыку бенихил да где она как когда так нужно хочется конечно порыбачить если честно но я остановлюсь просто чтобы немножко подлечиться а то мне энергии тосов много а хп не полный я даже сделаю full boost потому что встреча внезапно жека 422 привет тоже с айфона или с айпада зашел такой в чатик просто рейтинг соло не такой как видно как с сокольником да соколик сразу к рейтингу прибавляет они по никнейму чакают просто и все там вообще шансов никаких на халяву а тут у меня рейтинга нет никакого привет богач вот человек стоило познакомиться с него уже практически деньги в долг просит вот так вот иконки палят я просто езжу и ищу может кто-то проявится может кто-то где-то бежать будет ну так может кто-то постреляет по-моему и по мне ну не больно просто так что отметит что я здесь хочется привет богач откуда узнал а вот а вот и и при мне уже глюки я этот бусик принял за груз как он только появился из можно поменять машинку это немножко кончается бенц я помню там джип был по дороге один кстати с юга могут ехать тоже а он едет к 1 баги и проезжает в город судя по всему оп-стоп открыто блин что даже по мне летела но это не по мне стреляют но это в городе стрельба но не высадили мне любопытно конечно но в город желание ни малейшего нет заезжать если честно потому что у меня нет представления о том где люди стоп это машина тут стоит бутафорская или нет на бутафорская плюс он же не убил второго скорее всего то есть там два человека рандомные в городе и ты такой красивый приезжаешь на на джип и добрый вечер естественно к тебе к тебе будут вопросы я пожалуй на этот аванпост приеду из попробую просто пострулять по проезжающим опа здрасте я же за кавером было ли не вижу если честно перебегаем на левее у будки ориентировочно нет блин я не вижу не вроде будка по звуку будка прям а вон до будка действительно на на вкашку прилетела то да больно неприятно 2 касочка то ловите с кс как насчет постреляться еще могут с любых с любой страны тут подойти шкарусом вряд ли но возможно хочет еще тут запаса не надо брать вообще никакого опа ничаси дикие люди о мотоциклист падает ба блин ну ты не видишь мотоциклист вася уедет же остановись мотик там двое справа что-то мне это не нравится этот и в компаунде и за ним справа тоже люди так этот на мотике валит по нему стреляет он сигналит я пытаюсь понять вообще где а понял в голову словил еще один блин а мой друг продолжает блин стрелять а вон он гад то есть тут четыре человека получается да раз мотоциклист мотоциклист этот и еще на машинке слева минимум четыре кто-то пять куда-то свалил вон вижу в компаунде один машина да ладно блин хорошо он не мантил вообще господи как какой кривой то ёпрс ты вон да а а а а а а а больно 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 ты слишком высоко брал а потом начал как начал пристреливаться все криво все криво все криво блин он у него же там наверняка машины еще нет он будет потом выходить такой в круг у едет кто-то мне конечно бы его подзажать понятно что по мне тут будет стрелять но я порыбачил хоть еще кстати с мини шатали может быть его с той стороны стрельба была я бы подлутал хотя бы кого-то даже не знаю на какой на что мне нужно но жадность говорит лутай ё-моё под щечку давай где под щечка то под щечка вот все семерки нужны не особо поехали ладно можно занять типа ферму или горочку рядом с фермой блин кажется там все еще там жив был это бусик доехал несчастный не я попробовал закрыть все-таки то есть взять бы взять бы горочку и попробовать от нее отыграть понятно что там могут быть люди уже и скорее всего здесь кто-то есть потому что это граница круга и отличная просто точка для работы вон два человека ой человек там впереди встречать шел меня мне нужно круг блин какая позиция тут аховая меня сзади бахать будут впереди человек есть точно я его видел блин блин джип остановись вон он кто мне нужен лечись друг лечись зря не отличился сзади машина это тоже очень странно себя вел давайте сначала бустанусь как же аркадное действие капец просто опа там уже едут в круг баги блин мне уже ничего не нужно а я все лутаю мне кажется заметил чувак на баги оооо м24 мое уважение хорошо выцеливали хорошо жалко не попали в следующий раз повезет так баги едет туда куда я хотел ехать вот эта вот будочка мне интересна она на границе с кругом с очень хорошим обзором видишь там горка более козырная но горку сложнее оборонять у меня вообще никакой инфы нету у людях вокруг блин ну не нравится мне эта будка хоть убейте нет убивать не надо давай попробуем в дальнюю часть горки вот куда-то сюда проехать в надежде на то что там нет перенаселения еще блин а вокруг две машины капец а там мотоциклист еще на гору да неудачным он слева а продолжает ехать еще я пожалуй за эту горочку попробуем только остановись остановись да я вижу человек вижу человек далековато люди могут быть ближе лучше чем проблема вон там двое или он лутает просто нет он да двое груз не очень френдли всякий случай проверяем здесь о господи беда конечно беда ух как раз глушителем в компаунде прям ну ё-моё лучше бы я в будке оставался вот честное слово ну потому что сейчас от границы отыгрывать это забей тут открытое все там дорога и просто будка будка впереди человек мелькнул в баги сел а там хорош какая отвратительная позиция у меня а зачем она тебе игренку не прокинуть туда хотя если ты уверен что сзади никого то ты хэгэшки можно пока отыграть а сзади то есть как минимум один и мы это проходили где остановился если другая будка не нормальный этот близко к центру главное продержаться штурмовать гринкой это рандом то есть это проверка на скилл человека если он скилловый он спокойно ушатает тебе все не успеешь кинуть гринк кто-то с юмпы жжет не должен должен прикрываться хэгэшкой от будки и и вот так вот видимо может быть даже до камня добежать потому что там точно один человек минимум соскал ладно бустируюсь а он едет угу кар едет на меня давай будку хорош ладно не будем аркадить туда еще бежать опа извините тем более не будем аркадить я понял его увидел мне по хорошему надо сократить там двое минимум а то и трое я понимаю что сзади простреливаюсь мне нужно этот этих закрывать мне нужно этих закрывать я не слышу плохо его ушатали из карам человек который сбудки стрелял но он стрелял 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 стрелил стрела потом хопа и нет его и надпись такая скоро убили кого-то кажется это не совпадение нет грянка он мне все это время мониторил вижу мне нужно типа до камня вместе с кругом вот до того слева корист справа и пап и прямо по курсу чуть правее тоже люди есть вижу он выцеливает сучок не 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 забей да попал голову каска 3 не какущая окружание идет двигаться буду исключительно вместе с ним блин какая позиция хвай вижу человека слева да и мне справа еще сейчас еще убьют что это не последний еще есть один твою мать как я выжил а вот он еще один вижу чубак это простреливаясь простреливаясь только камень меня может спасти потому что он укрыт и так и так блин какая воля к победе пацаны это было классно уже хорошо вот это родно развороте тарарар все мне нужно типа рашить это вам кидают грянки на отвлечение внимания у кажется не отвлекая ни хрена а тут негде прятаться просто ну гг если его занят хорошо блин стырить бы у него т3 это полностью а вижу того внизу но он в дыму а он уже не в дыму но он и дерево час это за хгшки на границе круга дальше бежать сложно хотя и он он не в круге сейчас будет выбегать а вон он выбегает я не уверен что даст и докину вижу вижу в сс псих ненормальный вон он справа он не в круге я должен закрывать третьего лица спокойно и все грянка ееееее ну 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 такая сложная ситуация была наверху на горе капец просто ооо хорошо прям тяжеловато было хорош сегодня каточки жалко сокола нет спасибо пацаны для для меня для нубаса это конечно большое было все стыдляешь по этому сзади прилетает и прячешься поворачиваешься видишь что он там меняет пушку но мне очень помог т3 потому что каска в салат бронька в салат пулемет отработал прекрасно готику обещал после топа готику обещал конечно но если он говорит я сам поближе к тайну втором мониторе это же неудобно ты же по звукам если у тебя звук со стрима еще с выстрелами там с дымами это же так дезориентировать я должна быть должно было на камере это нормально друзья это нормально ну то есть это стандартная штука которая стандартным образом убирается ну ладно с готикой давай их с чем фу хорошая каточка была конечно поездили там людей попринимали поохотились немного побегали по бетонке с пулеметом там конечно человек наверное каленки дрожали он приезжает получает очередь в спину на последних хитах там путая следы забегает в одно место второе слышит как за ним топ-топ-топ-топ-топ чубака идет забирается кое-как прячется за ящики и все равно этот гад забирается наверх и добивает страшно как прыбать через бусик человека высадили тоже нормально было несмотря на то что пристальное внимание было со стороны упыря будочника зажали попали илья карабанов горитман искренне пытаясь перейти на на но уже не первый раз думал за приложение под android на ноги сохранится здесь беда беда держись держись хотя раз телеком или ты откуда что здесь народу а нет уже сам нет самолет показывает но что-то людей маловато до старта долго мне кажется это битая катка уже да и люди дисконнектится брендон как так брендон до коле а беларусь мне еще рассказать тогда нечего сказать прости только прости привет миша пересмат пересмотрел марафон по диабло 3 где 5 часть кажется на канула в лето не будет пятой части но зато самые интересные части сохранены марафон 3 диабло был хорош какая там 17 ошибка на старте была но мы справились мы зашли хардкор вчетвером поехали и первыми 60 его по крайней мере в европе снг бахнули конечно с 58 до 60 уже добивали на на квестах потому что это уже был не знаю хэл не хэл тяжело было уже короче хелкер стану старого баланса и все хочу опять на груз хочу экшен и тем более тут как бы из наших точек ну как я хотел на хазанду еще но до нее до поряд все таки люди даже отсюда наверно до парит кто-то посмотрим кстати это опция если сразу увидим на точке машину и не увидим парящих ага как же сокол верещала пипс сделал все что мог да 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 это было конечно запоминающийся должен был бороться со злом и не примкнуть говорит александр кот за кота респект александр не планируешь поиграть с ахиллом я не хочу быть якорем в команде то есть ахилл конечно мега терпеливый человек он горит только тогда когда умирает и и там четко по повине тиммейтов там прям прям у него даже голос меняется начинает отчитывать типа ну как так ну что ты делаешь но нельзя так делать ты что ты что ну не выходит никто здесь нет никогда потому что ты умирать так будешь постоянно только грубее и все а так добрейшей души человек убийца но добрейшей души человек или когда хочет что ли дамы че когда его мочи гонит а мочи гонит его довольно часто там анклавчик да 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 у них скоро схожие там небо поднята так нормально у них что-то прорывается до такой есть общая санклау никто кстати не парит ничего не едет на хазенду е-мое хорошо спасибо за ламповые воспоминания врага 3 своими детьми обзавелся все между максимум варикс и варик навсегда я надеюсь что в воскресенье успею документить этот чертов пабжи и как раз в 10 часов успею на этот на финал разбраинкапа там как раз в 10 у нас где сети надо было посмотреть во сколько сегодня кончились матч были надо было на хазенду сразу ехать чего я мучаюсь собрал бы там все что нужно не успел бы скорее всего потому что уже пойдет самолет если я на самолет то я хазенду ну никак не впитываю да мне особо и не нужно ничего уже но что rk есть прицел базовый есть даже граната есть и аптечка есть то есть на первый контакт уже нормально все конечно хотелось бы да но нет компенс вешаем сюда берем баги едем болен сюда наверно сразу передислоцировать потому что уже 335 335 я сказал да как бы а я награй на край награю груга а впереди и так с точки зрения ландшафта местность очень непростая вот есть очень много гор затруднен и обзор и перемещение не хочу лутать просто не хочу ходить вот пап я понимаю что с по правую руку там хазенда не лутан и вообще собирай выходе по-царски совсем совсем что хочешь и с прицелами с аэрками но так достало на самом деле лутать что я бы лучше кстати эта часть круга абсолютно свободно то есть самолет же вот так вот летел то есть напряжение будет в южной части круга по заднице опять про напряжение пропаду но короче конкуренции загрузом не будет и можно будет порыбачить под по дорогам по ключевым если еще пулемет выдадут ну или аук то норм можно поменять на мотоцикл какой он 2 3 2 я точно возьму 3 сомневаюсь 2 слышу самолет 295 вот опять видите скала хоп перекрыла и хрен его знает он выкинет за скалу или нет я иду типа по еду на скалу чтобы ну и чтобы немножко самолетик отрезать не вижу чтобы он сбрасывал но там еще прилично наверное на право поворачивать забивать нет надо ехать на эту на скалу и резко поворачиваться налево пытаться поймать еще не пересевший груз до справа по крайне мере в двух трех километрах он ни черта не выкинул так что скорее всего он просто выкинул где-то за назад и не увидишь просто вот так вот грузы и пропускаются я изначально говорил что здесь здесь скалы которые и обзор и для большинства транспортных средств перемещения замедляют с транспортным средством мы как бы проблему вроде как решили ну нам пофиг на горы но обзора не было давайте здесь пару бетонок соберем попробуем у меня арки еще хороший нет на очередь на автор режим чтобы нажал и как бы все и не задумываешься дальше о происходящем жалко x4 вижу валяется внизу сейчас грянку возьму спокойно там авер играет варик класс не спасибо давайте следующую бетонку попробуем здесь но следующий груз у меня вы же будет больше шансов конечно забрать что банально ближе нахожусь хотим по блин бери вместо этой мки по 3 смотрю ахилла иногда вспоминаю как ты сокола отчитываешь один в один да нет я жестче что ахилл повторюсь он очень терпим так я пожалуй калаш все таки возьму извините потому что мне нужен зажим зажим не нужен пусть будет сложное в управлении оружием по крайней мере на ближней дистанции я не буду как с эмкой тупить и протыкивать так можно забрать еще одну бетонку там налево и компаун тоже не очень популярны вообще конечно надо к следующему самолету эту горку слышу баги кайф хотя он такой хлебушек сверху был мягенький блин ищи щас его свищи ну ладно не он там практически не двигался и был открыт сверху для меня справа еще стрельба вроде бы закрыта хотя слышу что-то или это мотоцикл так у меня или дождь дождь конечно очень стрёмен очень сам выстрел сам испугался капец я когда захожу в какое-то помещение где возможно reaction shot нужен будет я палец прям на кнопочку так до контакта чтобы потребовалось небольшое усилие чтобы чтобы выстрелить бывает соскальзывает сейчас нарком говорит сейчас ехал в складах на машине щелось юмпика раздал нам всем хэдать честно профессионал да 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 нам вчера тоже с соколиком пролетало метров 700 три хэдшота из м24 последний был побегущим то есть еще как бы сомневались но третий выстрел поставил все на свои места нет это возможно возможно профессионалы такое могут повторить с какой-то вероятностью но более-менее близкой к реальной ну типа процентов 10 5 имеется ввиду 700 метров три хэдшота один по движущейся цели без пристрелок ну естественно естественно какие пристрелки могут быть ну а кто играл тот знает что даже в м24 на 700 метрах там пулька летит по такой дуге опа это не респ здравствуйте а чё это мы тут сидим сидит ведь шкерится где-то она даже не проявляется где-то прям засел засел барсук так помним что если стикс 4 это радует я бы запорол ему мотоцикл просто чтобы он в следующий раз опа нет не запорим мотоцикл там же самолет летит надо было наверное слева скалу ну ладно там будут объезды да сам скинет левее смотрим а скинул так окей здесь главное не не перевернуться потому что тут и наклон и неровности и желание проехать путь быстро что как бы может привести к нежелательным последствиям ну потому что груз далековато как бы хочется скорости а скорость зачастую вредна ух ты ёпыр с этой как мы водим то а с вами ладно еду уже сейчас уже выжимаем я думаю что на грузе будет по крайней мере один упырь ну приедет давай 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 выжимай он будет в открытке лежать у тебя рядом машины есть аук хотелось бы конечно аук о оружие не выбирается у меня сейчас выбирается что я делаю не знаю а машина вон едет я понял тебя блин какой он псих ну хоть доставил мне как раз моды нужны третья броня молодец какой это пвм-ка блин уважение ладно поехали вот поэтому я люблю грузы то есть это не только возможность взять почти гарантированно более хорошую пушку и т3 который больше нигде не встречается каска по крайней мере но и возможность встретить человека человека у которого будет медицина например это радует о какой круг эльпоза очень похож на предыдущий то есть он может сойтись как угодно но центр как раз это центр прошлого круга в этом плане конечно я не буду сейчас мотоцикл уже использовать потому что ну обидно в т3 у меня гир-то уже хороший пушки есть медицина есть гранаты есть все в достатке в общем поэтому я лучше буду чуть более надежно пытаться отыгрывать и исключать возможность там переворота какого-то ну то есть я не буду брошить следующий груз груз вот тут бусик какой-то покоцанный так надо сворачивать с этой дороги направо резко потому что там редзона и в общем не туда блин не хочу по дороге ехать вот тот перекресток уже может быть занят и меня могут уже встречать один килл блин все ну можно было того чувака на баге конечно о откуда справа на горе кажется ну я не не расслышал да справа гора забрось ты чего да брось я не хочу машину оставлять в открытке близко ой черт плохо очень плохо три человек один совсем рядом один совсем далеко ой камень блин да ладно я понял тебя ой машина ушла опа ну да и тот сзади тот обошел все-таки отвратительная ситуация ну взял остановился не в правильном месте потому что гора обозревается всеми пошел зачем ты с человеком выяснять отношения это неправильно было совсем неправильно совсем неправильно ладно бывает надо было наверное на победке закончить идти отдыхать сейчас эти профи намного реже встречаются да 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 кстати читеров значительно меньше стало конечно они поправили на старте так вообще там такие такие были кадры просто дайте зеленую карту блин опять пустыни будь она проклята ладно ну зря я там остановился просто зря как только услышал стрельбу от второго товарища с другой стороны надо было понять что здесь ты не контролируешь ситуацию каверов нет только ты с одной стороны можешь быть прикрыт ну то есть как-то от скалы вот ну меня подбило остановиться то что товарищ по мне стрелял ничего не попадал думаю ладно сейчас проучим его в результате надо в игру добавить обувь убирающую звук твоих шагов конечно да 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 и танк да 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 катюши бтр огнемет гранатомет что там предлагали еще джедаевский меч блин тут в катке никого нет гранатомет да гранатомет да как бы тактика немножко поменяется сидит там в четыре человека в доме закинул минус этаж или просто скорострельно как гранат ну да это скорострельность просто повышается не гранату выдернул чеку а как обычные гранатометы в кваке например выстрел в секунду в полторы бам 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 и пошел в одно окно во второе окно в третье окно в четвертое знаю только считай выстрелы чтобы после того как там все разорвется на части тиммейты забежали и не взорвались вместе с этим почему одно зарядное занимается лот ну тогда это не гранатомет это какая ближе к ракетнице какой-то гранатомет это такое средство для метания обычных гранат грубо говоря если ты хочешь что-нибудь посерьезнее типа чтобы стеночки сносить это да эти фугасы по счетам вк только на русский серверах банят примерно по 500 человек в неделю не так много кстати а растяжки еще ставят да 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 мины 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 рекомендовали тоже прям игра преобразится бежишь такой бежишь хоп умер все даже человека не увидел окей горе гаубицы прощу чтобы гранат кидать на дистанцию метров на 150 сидит тоже человек в доме вокруг ничего просто поле такое и одно окошко такое кругленькое в кукушке там сидит выцеливает и ты такой на муви на 150 метров и прям трехочковый бах она пока летит пять секунд проходит но прилетает сразу взрывается обычно подствольника хватит растяжки чтобы 50 хп снимали и не убивали а кто мешает две растяжки ставить в одном месте так но с другой стороны видите у нас зеленая карта давайте ластецкая друзья завтра у нас и так этого вечером PUBG будет предостаточно ластецкая Splash DMG я не разделяю твоего восторга хорошо что тебе нравится хорошо что нравится PUBG много не бывает и говорит Артур бывает 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 а что там написано Battle Rounds турнир какой на хвосте что за турнир сколько часов на игры на PUBG я думаю 2,5к тут поперхнулся потому что могу лукавить ну часть на турнирах естественно в смысле турнир как опс нормально много наиграно можно было получить еще одно высшее образование стремишься за игру не считается Троянец говорит обожаю когда PUBG извращенцы остались в части я понял этот момент окей есть баги и там и тут давай сразу баги возьмем чтобы никакой упырь да и быстрее это получается о о о о вот пожалуйста два человека просто вы чего ребят вы чего охренеть на эти домики практически никто никак ну только снуп снайперы садятся и это место уже давно присмотрел потому что здесь пять спотов машин домов хватает на базовые эти вот они зарубились еще психи ненормальные и он же будет выходить на вторую баги да получается ну либо и меня пойдет высматривать выращивать вот именно эти домики мне не нравятся потому что они довольно распределены серьезно о x4 лут тут так раскидан берем беру хотя бы так ни каски ни броньки ни черта нет он должен был видеть хотя он мог быть занят своим тиммейт ну в смысле своим соседом может быть он даже не увидел куда я уехал но лучше не рассчитывать конечно то что человек сыграет невнимательно быть готовым к его перебегу например вроде не перебегает пока так броня хорошо я еще не в круге нифига мне немножко не хватает не хватает времени на то чтобы поохотиться за этим упырем справа двери открытым слева тоже то есть он вот в этот домик ушел в левый самолет уже блин я с удовольствием за чуваком присмотрел но мне нужно наоборот его сейчас объехать потому что он явно здесь трется вон он на балкончике выбирая между непонятным непонятным врагом и потенциально т3 с хорошей пушкой я конечно попытаюсь нарандомить т3 хотя по позиции я конечно проигрываю потому что круг только сейчас начинается самолет уже пропал с поля зрения 230 нет 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 двое там не надо второе колесо ты сучок что ты делаешь дурында я не не успел гринку что же кинуть кидает я кстати от гринки ты красиво ушел о а вон блин не законтролил я датчик к сожалению попал в него всего два раза увы и не увидел что не ожидал его оттуда он первым начал стрелять простите пацаны поехал потерял колеса но это злосецкой естественно не считается так нельзя все сейчас точно ластецкой все самое самое последнее из последних я вернулся говорит мэл лоис не заметил твое отсутствие все пытается подколоть ничего нового держите автоноси палкой палкой автоноси мне работа держит да мэл мэл лоис ластецкий может считаться топа 1 я правильно понимаю или по крайней мере игра которая там тебя ну ты нормально отыграл он почему-то продолжил баги расстреливать да это очень странный был мув с его стороны ну реально странный я причем с водительского на это на сиденье перелез он продолжал стрелять я побежал он стрелял а потом продолжал опять стрелять ну видимо это личное что-то что-то баги ему не приглянулось по каким-то причинам может у него была задача три колеса пробить с новым косарством ой там вообще такие отношения особые видимо хэппи не почувствовал фоги ну вот тем более видишь а сейчас мы пошли смотреть эту игру хэппи вообще особо никого не чувствует ничего не чувствует уже давно он нежить ему не положено эмоции эмоции живых я записался на курсы барист буду кофе варить там зп больше окей он сидит на ледяном троне поэтому у него никогда не горит баристы да баристы не так вроде правильно называть не бармен именно барист ты барист? не путать с борцухами да? да я барист особенно этим товарищам не стоит говорить что ты барист там все баристы работаем ты прошел в PUBG последний сценарий изи на экстриме а бармен работает с алкогольными напитками барист с безалкогольными все все шутки в сторону это очень серьезная профессия раз без алкоголя ну ладно полетели пробуем сейчас спикировать по максимуму 234 максимальное раскрытие допарим последние 150 метров постараемся быть первым я уверен что будут барсуки здесь не вижу пока ни одного но точно будут смотрим один блин у него понтовый парашют я попал слева еще один ну конечно справа пришел медленный какой сколько мне нужно было выпустить патронов чтобы наконец по нему попасть а это еще кто такой не понял хорош мужик здесь может быть еще один ай дурачок да не нужен ты мне ну успокойся ну не нужен честное слово прям вот ну совсем нет я видел бусик слева но хотел проверить стрим снайпер да похож да баги так а что по кругу круг нормальный кстати для груза самое ну для человека с калашом без прицелов хотя прицел x3 есть на скс но для меня это не прицел потому что я не умею с него стрелять до сих пор стараюсь игнорировать его как можно как можно чаще а он кстати не уехал он где-то здесь остановился насколько я помню ну то есть он потух так а мне бы мне бы как-то проехать по хитрому да мимо грейвьярда мимо города потому что там люди но ближе к центру круга встать короче скорее всего вот здесь вот между попробуем проско качить скачу так помним что это ластецкая поэтому собрались ух все прям ластецкая друзья точно самолет слышу вижу ё-моё ну не мог ты да не на краю выкинуть гад ну радует только то что там не было самолета первоначального только не переворачиваемся только не переворачиваемся зафиксирую еще направление 305 желательно после того как выйдешь блин не-не-не-не-не-не-не-не-не да 305 310 ну я не могу сейчас прям на метку ехать на 310 305 потому что это фактически через город он где-то вот здесь вот будет виден я туда опоздаю катастрофически надежда только на то а вон он справа что о добрый вечер корист то есть вас не интересует вот такая красная хрень которая дымится блин я тут ездил крайне редко тут скорее просто бегал сначала проедем на случай если там мы же залутали посмотрим лежит ли броня и этот верит кажется кто-то да а вы а в мкс 8 подожди секунду держу тебя давай молодец там парам пам страшно конечно когда в первую каску прилетает из-за в м а там как бы разносит вообще все вот пожалуйста энергетаса тащил главный у него рюкзак есть м416 м416 и редот и голограф и тактическая не товарищ для своего для своих лет весьма и весьма развитый был поехали это прям на краю круга посреди просто на круг вот самолет такой михаил там наверняка на своем мотоцикле в центр карты едет скину-ка я сейчас в самом начале круга пес просто пес что-то не хочется мне проезжать снова по дороге потому что кори сможет додуматься достать аэрку и попытаться меня в меня зажать не хочется просто вот на опять серьезно где может быть я и зря остановился ладно поехали мимо о еще один ну стоять вы чего ребят о ага извини неправильно идентифицировал вижу 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 меня это немножко смущает дождь что-то он резкий какой-то как блин вроде как хорошо выстрелил но не очень о хорош там прям вот такая долечка 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 он а тут меня уже обходил он бежит так мне нужен red dot ленки могут пригодиться стенд бы еще блин он опасный второй едет перезаряжаем сначала да блин твою мать очень рискуем я наверное зажим его не выиграю ох блин сейчас гринк прилетит хорошо хорошо я не вижу ой твою налево к жен точный я его не вижу еще просто не вижу не в дистанцию увеличить я не могу увеличить дистанцию просто никак справа грянка еще то есть слева я не вижу его блин еще одно откуда у тебя столько гранат пес наверно стрелял отвратительно просто по нему сам виноват еще 3 армора будет на трупе был целый третий у него еще хэгэшка мне нет предстоит болин да твою мать откуда как будто он их там рожает кто ему там подтаскивает гранат оооо я не в круге ладно поехали да хватит броня в салат есть по крайней мере вижу а вот он идет уже да как да как да как 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 там пульт 5 6 не увлетела как клипчик давайте считать пулича еще один блин так погодите давайте все но это но это конечно сейчас попробую сделать этот повтор так как там это сделать что вот смотрим ладно это мотаем пошел 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 поздно дальше точно не рано хватит считаем короче 40 40 40 мимо все было и кровь мимо да тоже вот риф давай если сейчас мы посмотрим что попали какие-то пули это бан мимо все было знаешь значение слова все да да там в конце влетает вообще первое короче пуля попала точно и потом еще раз два три четыре ну короче рука скорее всего не там осталась фигня давай говорю да без проблем все все мимо было держим все мимо вообще ни хрена не смотрят ладно друзья все не пригораем не пригораем сам виноват надо было раньше его убивать зажим в самом начале был плохой к хреновая точность мне нужно в тактические штуки играть и все и не гореть завтра в 6 часов вечера продолжится предпоследний будет квалификации кстати завтра будет играть команда пуха кроме всего прочего поэтому приходите посмотри повтор не не буду повтор уже игру закрыл лишний раз открывать паб g это конечно вот всего хорошего пока